Именно из-за нее Собирательница так отреагировала и побледнела, а Луинь бессознательно насторожился. Это и была Чжи, которая бросилась на северо-восток, увидев, как отсюда уходили потрепанные войска шестого континента. Добравшись, ее взгляд почти сразу привлекла группа Луиня, но если быть точнее, то заинтересовала ее Собирательница звезд. Собирательница использовала загадочную силу, чтобы скрыть свою красоту. Чем дольше на нее смотришь, тем более заурядной она становилась. Однако именно это и привлекло столь пристальное внимание Чжи, посчитавший, что именно Собирательница тут самый важный человек. Две женщины, разделенные большим расстоянием, посмотрели друг на друга. Собирательница никогда не паниковала, когда сражалась со смертным хранителем или Наньяньфоем, но теперь она занервничала. Ее глаза быстро забегали, будто пытаясь найти какой-то выход из сложившейся ситуации. «Меня зовут Чжи», — сказала женщина равнодушным тоном. Луинь и Линдзю слегка побледнели. Оказывается, перед ними тот самый высший источник. Собирательница неосознанно сжала руки в кулаки. Теперь понятно, почему у нее появилось такое странное чувство страха. Небо, охваченное громом и молниями, вдруг разбушевалось еще сильнее. Чжи оглянулась и спросила. «Вы забрали магнитный полюс? А где Наньяньфоем?» Линдзю прошептал своим товарищам. «Как думаете, убежать сможем, если разделимся?» Луинь нахмурился и посмотрел на Чжи, и он не верил, что не сможет остановить ее. Предокфу изменил пространство почти всего человеческого звездного региона, и находясь в нем, все владеющие каноном бесконечного расширения были наследниками, проходящими испытания, а остальные, можно сказать, массовка, и высший источник не исключение. «Почему высший источник лично участвует в операции?» Спросила собирательница. Взгляд Чжи стал еще холоднее. Я задала вопрос. «Куда делся Наньяньфы?» Как только она договорила, ее в спину ударил Хуася, окутав мощной звездной энергией. Чжи нахмурилась, но невидимый барьер полностью заблокировал звездную ладонь парня. «Секта небесной звезды довольно известна. К сожалению, ты недостаточно хорош», равнодушно высказалась Чжи и взмахом руки направила в Хуася мощную волну ветра. Парня отбросило далеко назад его ладони, что пытались остановить поток, покраснели и задрожали от боли. Он ничего не мог сделать с этой атакой, ведь она была создана не звездной энергией, а исключительно неописуемой внутренней силой противника. «Атакуйте!» Крикнул Луи и не устремился в атаку. Со скоростью Чжи им от нее не убежать, а значит, оставалось только сражаться. На самом деле, он хотел избежать этого поединка, но судьба распорядилась иначе, и тут уже ничего не попишешь. Чжи удивленно взглянула на Луиня. Пятый цикл сферы перемен. С треском ладонь парня с наложением силы обрушилась на прозрачный барьер Чжи, но, как и удар Хуася, не оставила на нем ни следа. Чжи воскликнула. «Наложение силы. В этом хорош рука Бога. Но, к сожалению, твой предел — это стократное наложение. Будь это двухсоткратное, я бы еще заинтересовалась тобой». Сказав это, она небрежно отмахнулась от него мощным потоком ветра. Луинь неожиданно почувствовал, как его звездную энергию что-то подавило, но чувство это было мимолетным. После чего поток ветра сам по себе развеялся, он сделал шаг вперед и сформировал в руке шар Солнца. Чжи в изумлении посмотрела на него. Что это такое? Шар Солнца обрушился на ее прозрачный барьер, разразившись яростным взрывом, разрывающим окружающую пустоту. Это самый мощный прием Луиня на данный момент, но даже с ним он не смог пробить странную защиту. Этот барьер был будто непробиваем. Позади женщины вновь появился Хуася с четырьмя руками, каждая из которых высвободила ладонь звездного покорения. Это был его сильнейший прием, но результат остался неизменным. Вдалеке собирательница молча смотрела за поединком. В бою с Нань Янь Фаим она предсказывала его действия и помогала парням перехватить инициативу, но в этот момент не знала, чем может помочь. Она просто не верила, что они смогут пробиться через ее защиту. Чжи перестала обращать внимание на собирательницу, теперь ее глаза были сосредоточены на Луине. Взмахом руки возле нее образовалась воздушная ладонь, которая очень быстро схватила парня и начала сжимать, будто пыталась раздавить его. Луинь не понимал, что происходит. Он снова на мгновение почувствовал какую-то угнетающую слабость, но после воздух резко рассеялся и он в замешательстве посмотрел на Чжи. Что ты делаешь? На меня эти твои приемы не работают. Женщина слегка побледнела, она продолжала различными образами воздушных потоков атаковать его, но не могла причинить никакого вреда. Луинь уже даже не пытался защищаться. Он сосредоточился на прорыве невидимого барьера. Пока что он не хотел использовать канон бесконечного расширения, но если другого выбора не будет, то в ход пойдет все, что у него есть. Кто ты? Спросила Чжи, глядя на Луиня. Парень в это время понял, что нефритовый палец тоже не может пробить барьер. Хуася тяжело дышал, глядя на Чжи как на монстра. Он не понимал, на каком уровне она находилась и почему они не могли к ней даже прикоснуться. Ты умеешь только защищаться? Луинь ответил вопросом на вопрос. Чжи прищурилась. Почему на тебя не действует врожденный источник жизни? Ты не с пятого континента? Что за бред? Я пришел из внешней вселенной. Невозможно. Это невозможно, чтобы человек пятого континента не был подавлен врожденным источником жизни. Откуда ты такой взялся? Громко закричала Чжи. Луинь внезапно ударил кулаком белой ночи, окутывая женщину в бушующий поток черно-белой энергии. При этом парень ослабил ее поток рун, поэтому навык все же подействовал, а затем он планировал ударить еще одним шаром солнца. Однако как только он подумал об этом, вдалеке прокричала собирательница звезд. Назад. Уходи. Луинь поспешно отступил. Хуася тоже. В итоге ничего не произошло. Чжи спокойно стояла на том же месте. Луинь с сомнением посмотрел на собирательницу. Если бы она не остановила его, он бы ударил по женщине шаром солнца. Может быть, это не ранило бы ее, но как минимум с учетом снижения потока рун пробила бы барьер. Чжи с любопытством посмотрела на собирательницу. Ты что тебе известно? Твой барьер – это не барьер вовсе, а навык, впитывающий энергию вражеских атак, которую после можно использовать против врага. Верно. Луинь изумился и посмотрел на едва заметный барьер. Разве справедливо иметь такой навык, как им с этим бороться? Чжи удивилась проделанному анализу женщины. Как ты это поняла? Собирательница не ответила. Чжи посмотрела на нее, затем на Луиня. Вы двое крайне любопытны, хотя ты больше, чем она. Женщина посмотрела на парня в панике, что это только что было. Секретная техника? Луинь ответил. Нет, ты ошибаешься. Попробуй еще раз, ведь если ты не пробьешь мой источник полярной звезды, то победить никогда не сможешь, сказала Чжи. Парень замешкал, глядя на прозрачный барьер. Он не был уверен, что сможет с ним что-то сделать. В этот момент в его голове раздался голос собирательницы. Разбегаемся, мы ей не ровня. Линь Цзю моментально дал дёру. Он прекрасно знал, что изначально весь их план заключался в том, чтобы вернуться на сторону Пятого Континента, поэтому сейчас не считал, что убегает. Напротив, выполняет изначально поставленную задачу. Отступающие культиваторы Шестого Континента, увидев, как сильно изменилась ситуация из-за появления Чжи, воодушевились и устремились обратно в атаку. Но на них Чжи совсем не обращала внимания. Она резко взмахнула рукой, посылая на ряды мастеров Пятого Континента странные воздушные потоки, которыми ранее пыталась сковать Луиня. Вот только когда они столкнулись с людьми, то все до единого начали быстро стареть, а затем разлетелись в прах. Десятки тысяч мастеров погибли за считанные секунды, шокируя всех вокруг. Луинь с недоумением вытаращил глаза на женщину. Чжи и ухмыльнулась. Видишь ли, врожденный источник жизни может поглощать жизненную силу людей Пятого Континента. Поэтому мне любопытно, как ты его остановил. Луинь вздрогнул от увиденного ужаса. Его несколько раз атаковал этот поток. Он ходил по тонкому льду и даже не подозревал об этом. Но как он его заблокировал? Текст для духовной практики? Нет. Хотя этот текст обладает волшебными свойствами, но они больше касаются аспектов души, чем тела. Затем он подумал о технике сансары, что дважды помогла ему стать сильнее на грани смерти. Он думал, что эта техника вряд ли ему где пригодится, но когда он сражался с Джан-Луном, то подавил его дух вечной ночи именно этой техникой. После этой же техникой он обманул члена клана Обезумевшего Духа. На этот раз, возможно, она снова ему помогла. В технике сансары заключены истины жизни и смерти. Ранее он плохо это понимал, но теперь изумился тому, насколько поразительной была эта техника, что может превратить мертвого в живого. В каком-то смысле она была даже круче секретных техник. Жаль, что развивать ее никак нельзя, да использование зависит полностью от удачи. Кажется, ты что-то понял. Врожденный источник жизни – уникальное умение секты источника знаний с шестого континента. На тебя оно не повлияло, поэтому мне нужно узнать, почему. Джи резко оказалась перед парнем, вместе с мечом, сформированным из воздушных потоков. По правде говоря, когда мне было скучно, я часто практиковала навыки меча. С этими словами она взмахнула клинком вверх, разрезая пустоту, как будто нарезала овощи. Глава 977. Высший источник против судьи. Луинь замер. Он видел перед собой меч, но не мог от него увернуться. Скорость клинка превышала реакцию его тела. В итоге все, что ему оставалось, это использовать перевоплощение пустоты. Меч сместил свою траекторию и разрубил ближайшую пустоту на две части. Ему едва удалось увернуться от клинка, но он почти сразу ударил стократным наложением силы по плоской стороне лезвия. Джи вдруг поняла, что нужно отпустить меч, но решение приняла слишком поздно. Отдача от силы парня промчалась по лезвию до рукояти и сломала ей указательные средние пальцы. Луинь быстро отступил с взволнованным видом. Он увидел надежду победить Джи. Она выглядела всесильной, с непробиваемой защитой и странными атаками, а также потрясающим владением меча. Она во всем превосходила Наньяньфуя. Но в этом мире нет ничего совершенного. Он это знал и решил рискнуть, в результате чего понял одну важную вещь. Физически женщина была слабой. Если как-то пробить ее защитный навык, он сможет победить своим наложением силы. Джи посмотрела на свою правую руку, затем подняла взгляд на парня. Ты очень смел, раз решил так рискнуть. С тех пор, как я стала высшим источником, кроме тех двух, ты первый, кто ранил меня. А еще только что ты избежал моего меча, используя секретную технику. У тебя их несколько. Кто ты такой? Луинь ухмыльнулся. Ты не непобедима. Джи покачала головой. Я же уже говорила, что, только пробив барьер, ты сможешь победить. Но к твоему сожалению, ты никогда не сможешь разрушить источник полярной звезды. Вдалеке Хуася продолжал смотреть на Джи, пытаясь найти способ уничтожить ее защитный навык, но у него просто не было никаких зацепок и идей. Собирательница звезд тоже смотрела на женщину, пытаясь рассчитать слабое место, но безуспешно. Она могла задержать смертного хранителя с помощью предсказаний, однако Джи со своим источником полярной звезды казалась непобедимой. Ладно, игры закончились. Две секретные техники и способность игнорировать врожденный источник жизни, ты станешь очень полезным экземпляром для исследований. Возможно, с помощью тебя мы сможем сделать врожденное подавление еще сильнее, сказала Джи, как вдруг появился еще один полупрозрачный барьер, который внезапно расширился и вовлек в себя Луиня. Парень нахмурился и попытался выбраться наружу, но не смог. Пока он не пробьет барьер, то никуда отсюда не денется. В следующий момент полупрозрачный шар начал сжиматься. Луинь прижал к нему руки и попытался прорваться с наложением силы, но потерпел неудачу. Ты не сможешь его пробить, лучше успокойся и послушно следуй за мной, холодно сказала Джи, продолжая сжимать внешний барьер. Медленно, но верно Луиня подталкивала к Джи, если бы не барьер вокруг нее, он бы давно бросился в атаку, но ему до сих пор было неведомо, как его разбить. Ситуация почти полностью вышла из-под контроля. Вдалеке глаза собирательницы продолжали мерцать. Луинь ударил еще раз по внешнему барьеру, но сделал только хуже. Его отбросило в сторону женщины. Он чувствовал себя так, будто находился зажатым в ее руке, не в силах убежать или сопротивляться. Передай мне все, что я хочу знать, а взамен я позволю тебе присоединиться к секте источника знаний. Станешь моим вторым большим слугой, холодно сказала Джи, снова формируя из врожденного источника жизни острый меч. Но если раньше он был один, то теперь их было несколько десятков. Луинь мог переместить за раз один из них перевоплощением пустоты, но не столько. Все, что ему оставалось, это положится на канон бесконечного расширения. Но когда он собирался его использовать, вдалеке из грозового облака вырвалось удушающее давление. Бесчисленные мечи Джи внезапно развернулись и вонзились в нее. В то же время неподалеку появился серый силуэт человека с закрытыми глазами, чьи руки были сложены вместе. Луинь был потрясен. Это сила, поле. В этот момент с неба спустилась еще одна фигура с закрытыми глазами, а серый силуэт со сложенными руками исчез, и в то же время рассеялись мечи, созданные из врожденного источника жизни. Собирательница с изумлением посмотрела на прибывшего человека. Это пересвет. Один из десяти судей. Среди десяти судей был один, что постоянно ходил с закрытыми глазами. Говорят, ему не нужны глаза, чтобы видеть, а еще, что он практикует особый боевой навык, из-за которого ослеп. В общем, ходило о нем немало слухов. Многим также хотелось узнать его настоящее имя, а не прозвище, привязавшееся к нему из-за того, что он не видит света. Ни одного из судей не стоит недооценивать. Судьи и лидеры регионов равны по статусу, но это не касалось их силы. То же самое касается высшего источника. Может, Джи и выше лидеров, но это не значит, что она сильнее десяти судей. Пересвет один из самых таинственных судей. Я давно хотел встретить высший источник, и вот так удача, сказал мужчина, приближаясь к Джи. Женщина озадаченно посмотрела на него. Ты тот пересвет? Я многое о тебе слышала. А что это только что было, твое поле? Верно. Джи похвалила его. Неплохо. Удивительно, что кто-то смог достичь такого уровня владения полем. Разве я достоин похвалы? Мне бы больше хотелось получить от высшего источника дельного наставления. Хорошо. Взволнованно сказала женщина. Она посчитала, что именно он был тем, кто отдавал приказы на жетоне. Правда, как он заполучил источник наследства? Не совсем понятно, но никто, кроме него, в любом случае не смог бы такой провернуть. Уклоняйся. Внезапно закричала собирательница звезд. Холодный свет вспыхнул перед глазами Луиня. В руки Джи и снова появился меч. И им она сразу же рубанула по нему. Парень поспешно сместил траекторию секретной техникой и клинок отбросила в сторону, но за ним последовал еще один. Однако в этот самый момент прямо поперек между Луинем и женщиной пронеслось могущественное поле, отбросившее их в разные стороны. Аура поля пересвета выглядела как серый фантом, что сейчас появился возле них, но увеличенный раз в сто, не меньше. Рука этого фантома окутала Джи, но также задела Луиня. Парень про себя заворчал. Он хотел сбежать, но из барьера выбраться было нереально. Джи подняла руку к небу и врожденный источник жизни превратился в огромную ладонь, обращенную к руке фантома. Пустота начала искажаться и трещать по швам, когда обе ладони начали толкать друг друга. Что касается Луиня, когда началось сражение, остаточные волны силы задели его и разорвали внешний барьер, в результате чего он упал в море. Взглянув вверх, он увидел картину двух сражающихся гигантов. Аура Пересвета противостояла врожденному источнику жизни Джи, из которого она могла создавать что угодно и который сейчас походил на второго колосса. Находиться рядом с ними было смертельно опасно для обычного культиватора. Все, кто оказался слишком близко, были либо сильно ранены, либо убиты. Собирательница звезд и Хуася отступили. Сейчас не их черед сражаться. Луинь давно уже размышлял, как будет выглядеть финальный бой между судьей и высшим источником и кто победит, а кто проиграет. Правда, даже в случае победы одной из сторон, сложно сказать, будет ли это относиться ко всей группе. Например, если Пересвет победит, вряд ли это будет значить, что все судьи сильнее высших источников, и наоборот. Луинь держался подальше от сражающихся и внимательно наблюдал. Жаль, что из-за окружающего подавления боевого уровня они не могли раскрыть всю свою силу. Поединок выглядел как перетягивание каната и шел уже более 10 минут. Конца этому пока не было видно. Оглядываясь вокруг, все окружающее пространство стало полем битвы двух человек. Джи внутренне не переставала удивляться, что поле можно развить до такой степени, при этом всего за несколько десятилетий культивации. Врожденный источник жизни – особая энергия шестого континента. Немногие могут использовать ее, хоть она и находилась в их телах. С тех пор как женщина ей овладела и стала высшим источником, она впервые видела, чтобы кто-то заблокировал эту энергию полем. Когда она вернется, ей, наверное, даже никто не поверит. Мало того, что ему наплевать на эту энергию, так еще и с его телом было что-то не так. Джи еще могла понять, что поле остановило силу врожденного источника жизни, но влияние этой энергии каким образом на него не действовало. Осознав, что это не работает, она изменила тактику и решила победить его с помощью источника полярной звезды и навыков меча. Глава 978. Открытые глаза. Луинь, находясь в море, продолжал наблюдать за сражением. Он до сих пор не понимал, какой силой нужно обладать, чтобы пробить этот странный барьер Джи. Источник полярной звезды, скорее всего, происходил от врожденного источника жизни, загадочной чистой энергии. Высшие источники не просто так выделялись среди других. Они наследники трех могущественных мастеров домена предка. За ними наблюдают многочисленные люди и желают забрать их положение, включая лидеров регионов. Однако, как он понимал, никто никогда не слышал, чтобы кому-то удавалось победить трех молодых монстров. Поэтому высший источник стал для многих синонимом непобедимости. Поле пересвета было мощным, но даже ему не удавалось сломить источник полярной звезды. Как бы он ни атаковал, задержать женщину не получалось. С навыками меча и барьером, Джи в конечном счете разрубила огромного серого фантома. Миллионы культиваторов пятого континента затаили дыхание. Собирательница звезд внимательно следила за битвой, ведь даже ей было сложно что-либо предсказать. На поле боя был лишь один человек, который совсем не переживал, и это Луинь. Он уже сражался против призрачного воина Пересвета и знал, что бывает, когда тот открывал глаза. Клинок рассек не только фантома, но и пустоту позади него, куда хлынула морская вода. Однако столь разрушительный удар на самом деле не достиг своей цели. Пересвет спокойно увернулся от клинка. Меч Джи мог разрубить все на своем пути, но Пересвет был похож на дрейфующее сияние, к которому невозможно прикоснуться. Луинь был в шоке от увиденного. Точно ли 10 судей были слабее высших источников? Среди лидеров регионов были сильные и слабые, и среди судей тоже есть такие. Скорее всего, Пересвет как раз был из сильнейших, ведь даже Мастер Му в свое время был поражен его талантом. Джи была потрясена не меньше, чем Луинь. Она видела, как вроде бы разрубила человека, но в то же время он стоял перед ней совершенно невредим. Она не знала, все ли 10 судей такие, но этот точно был одним из тех, с кем лучше не сталкиваться. В отчаянии женщина решила накрыть все поле битвы силой своего меча. Вот только будь то мастера шестого континента или пятого, все они были в пределах досягаемости ее атаки. Однако ее это не заботило, потому что здесь было куда больше врагов, чем союзников. Заплатить малой кровью дабы заполучить важную победу, стоило того. Хотя по правде говоря, она просто хочет наконец-то достать своим клинком этого неуловимого человека. Врожденный источник жизни распространился на всю округу, а затем превратился в гигантский меч. Луинь резко побледнел и подумал, что эта женщина совсем сбрендила. Собирательница также была ошарашена. Уходим. Находившиеся в стороне мастера шестого континента, включая Лаошелю, разинули рты, уставившись на огромный меч. Энергия, исходящая от него, перепугала их всех. Они прекрасно понимали, что когда он рассечет здешнее пространство, то все они умрут. Пересвет, стоявший высоко в небе, понимал, что заблокировать этот удар у него не получится, если он не будет серьезен. А значит, пришла пора открыть глаза. О нем ходило много слухов, вот только никто никогда не говорил, что бывает, когда его глаза открыты. Луинь видел лишь открытые глаза призрачного воина Пересвета, но даже тогда он чуть было не погиб от неописуемого удушающего давления. Теперь же он, наконец, вживую увидел истинную силу этого судьи. Закрывая глаза, мужчина подавлял мощь своего поля, которая достигла предела силы. Как говорил мастер Му, любой культиватор, достигший пика в определенном аспекте, чтобы подавить такую силу и управлять ей, должен заплатить особую цену. Луиню в этом плане повезло, он использовал песок судьбы, который действует как подавляющий стимулятор, а вот Пересвет ходил с закрытыми глазами. Когда глаза судьи открылись, из его тела вырвалось более мощное поле. Оно несло в себе странную силу, что сдавливало всех и вся в округе. Самых слабых попросту перемалывало в кровавый фарш, хотя основную силу на самом деле приняла Чжи, которая чувствовала, как ее врожденный источник жизни непрерывно рассеивался под гнетом этого поля. Она сейчас даже не могла пошевелить созданным мечом. Чжи недооценила его, но поняла это слишком поздно. Возле женщины опять появился серый фантом, погружая ее в глубокую иллюзию своим пристальным взглядом. Однако в нее попала не только она, но и все остальные, кто смотрел на судью. Вот только это мало волновало самого Пересвета. Он понимал, что противник не был настолько слаб, ведь Чжи еще ничего толком не использовала. Она наследница предка Сюэ, у нее должны быть какие-то особые навыки, дар небес, родословные, секретные техники и многое другое. Луинь тоже так считал. Высший источник еще не раскрыл всю свою силу, но пока непонятно, сколько она скрывала. Половину, одну четвертую. Как только гигантский меч развеялся, мощное поле отступило. Люди, оказавшиеся под контролем иллюзии, очухались уже в море. Чжи глубоко вздохнула и посмотрела вверх. Когда проходил отбор на должность высшего источника, со мной было девять претендентов. Все они были невероятно сильны, но из них лишь один заставил меня использовать всю свою силу. Ты, судья по прозвищу Пересвет, стал вторым. Ее голос эхом разнесся по полю битвы, прозвенев у людей в ушах. В этот момент шокированные силой Пересвета мастера шестого континента вдруг опомнились. Они же наблюдали за битвой судья и их высшего источника, того, кто никогда еще никому не проигрывал. Так как ее могли победить так легко, внезапно черные зрачки женщины стали красными и в них появился поблескивающий огонек. Когда она посмотрела именно серого фантома, тот мгновенно вспыхнул ярким алым пламенем. Казалось бы, обыкновенное алое пламя, но оно сжигало поле противника. А источником этого загадочного сильного пламени был дар Чжи, испепеляющий глаз. Аура Пересвета быстро сгорела, но судья отреагировал на это спокойно. Какой хороший дар небес. Зрачки Чжи вернулись к своему обычному состоянию и она вновь посмотрела на противника. Среди десяти судей ты, должно быть, самый сильный. Пересвет пожал плечами. Кто знает, Чжи протяжно вздохнула и посмотрела на мрачное небо. Жаль, что моя сила подавлена, иначе ты бы уже давно проиграл. Почему так, спросишь ты? Потому что все три высших источника, просвещенные. Пересвет слегка удивился и кивнул. Жаль тебя. Логика Чжи заключалась в том, что между высшими источниками и судьями был разрыв в сферу. В случаях, когда сражались такие сильные мастера, любое, даже небольшое преимущество, могло стать ключом к победе. Когда Луинь услышал ее слова, он почувствовал легкое облегчение. Хорошо, что сила предков уподавила боевой уровень всех, кто был выше двухсот тысяч. Иначе ничто бы не остановило эту ненормальную. Хотя в таком случае он сможет использовать артефакты и ему не нужно будет ее бояться. С другой стороны, и у высшего источника могут быть артефакты. Так что лучше уж пусть все остается как сейчас. В присутствии Пересвета Чжи не сможет забрать здешний магнитный полюс. Она также отдавала себе отчет, что противник не использовал ничего, кроме поля. Вот только боялась она даже не этого, а парня с секретными техниками, что может помочь судье. Одна из техник могла перенести ее атаку в другую точку, а вторая ослабить ее силу. При этом он был полностью невосприимчив к врожденному источнику жизни. Так как она первая из высших источников, что появился на поле боя, если ее ранит, это нанесет большой моральный удар по армии шестого континента. Подумав об этом, Чжи и сказала. Решить, кто из нас победит, сегодня мы не сможем. Если ты пообещаешь больше не притворяться мной, я готова отступить. Судья в недоумении переспросил. Притворяться тобой? Вдалеке собирательница покосилась на дно моря. Слова женщины напомнили ей о выходке Луиня. В воде парень смущенно улыбнулся. Неужели она пришла сюда только из-за этого, что посмел так поступить, но боишься признаться в этом? Кроме тебя и белого рыцаря, кто еще решился бы такое сделать? Проворчала Чжи. Пересвету нечего было ответить на это. Если еще раз такое повторится, я заплачу любую цену, но отправлю тебя в ад. Холодно фыркнула женщина, развернулась и ушла. Она сочла, что именно судья притворялся ею, но весь прошлый гнев уже выплеснула в этом бою и решила отступить, потому что их сражение не принесет ей никакой пользы. После исчезновения Чжи и мастера шестого континента спешно удалились. Две противоборствующие стороны разделились еще во время битвы между Чжи и Луинем, поэтому никто не стал за ними гнаться. За погоню пятый континент мог крупно поплатиться, к тому же все сильно боялись возвращения Чжи. Пересвет снова закрыл глаза и гнетущее поле, сдавливающие людей, отступило. Выжившие, наконец, позволили себе расслабиться, но на душе у них оставалось сильное волнение. Все были удивлены тем зрелищем, что застали в этом месте. Глава 979. Знакомые. Хуася внимательно смотрел на Пересвета. Десять судей для многих из новой вселенной были обычными выскочками с завышенной репутацией. Никто из его окружения не думал, что внутренняя вселенная может взрастить мастеров, равных им. Чем-то это напоминало то, как внутренний регион смотрел свысока на внешний. Вот только с вторжением шестого континента он и многие другие постепенно поняли подноготную десяти судей. Это настоящие десять монстров. И они не понимали, каким образом те появились на свет. Новая вселенная намного превосходит внутреннюю с точки зрения ресурсов, наследования и условий культивации. У них также есть непобедимые мастера, но в его глазах даже они вряд ли смогут выстоять против десяти судей. Их сила просто не соответствовала здравому смыслу. Собирательница звезд подошла к Пересвету. Я не ожидала встретить тебя здесь. Область Грозового пояса – одна из самых больших областей, которую нам нужно отвоевать. Разумеется, кто-то должен был прийти. Тем более предполагалось, что появится высший источник. Я не мог этого пропустить. Тут не только она, но и лидеры регионов Шанчжун и Наньяньфы. Пересвет кивнул. Жаль, что я их не встретил. Хуася подошел к ним. В области пять магнитных полюсов у нас один. У вас, вероятно, тоже. Нам нужно захватить еще один. Белый рыцарь, скорее всего, с этим справился. Но разве он не столкнулся с лидером региона? Ну и что? Хуася прищурился. Он не понимал, почему Пересвет был так уверен. Неужели они так сильно доверяли друг другу? Даже если белый рыцарь сможет захватить полюс, Джей ушла на запад. Возможно ли, что она нацелена на белого рыцаря? Спросила собирательница. Пересвет тут же нахмурился. Поспешим на запад. Я уж думал, ты опять скажешь. Ну и что? Не смог не сказать. Хуася. Мужчина повернулся к нему. С новой вселенной еще не сбили эту дурацкую корону. Женщина тоже посмотрела на Хуася. Продвижение шестого континента заставило внутреннюю вселенную отступить в космическое море, из-за чего в бой вступила новая вселенная. Вот только люди этого региона вели себя крайне высокомерно, даже больше, чем шестой континент. Хотя Хуася был хорошим человеком, но даже он непроизвольно вел себя надменно. Однако слова Пересвета поставили его на место. Парень отвернулся и больше ничего не говорил. В это время со всплеском со дна вылетел Луинь. Пересвет посмотрел на него. Ты очень силен, смог ранить Джи и даже меня переплюнул. Парень улыбнулся. Повезло. Кто ты? Луинь. Пересвет удивился. Так это ты. Тогда ты был всего лишь в сфере грани. Не ожидал, что за столь короткий период ты достигнешь такого уровня. Луинь скромно поблагодарил за похвалу, но внутренне был насторожен. Пересвет его пугал даже больше, чем Лингун. В инсаниле Лэнс. Вдобавок из-за своего образа и того, что постоянно ходил с закрытыми глазами, мужчина выглядел очень загадочно. Поэтому он скорее выберет себе в противнике Лэнса, чем столкнется с таинственным Пересветом. Вспоминая планетарное испытание Земли, когда он впервые услышал о десяти судьях. С тех пор прошло десять лет, но судьи все еще казались ему богоподобными существами. Неизвестно, когда он в действительности сможет бросить им вызов. Чуть поговорив, обеспокоенный тем, что Чжи и может напасть на белого рыцаря, группа, за исключением Хуася, отправилась на запад. Собирательница была полезна в бою своими предсказаниями, а Луинь просто очень силен. Оба имели право следовать за Пересветом. Поскольку у судья и собирательницы было по одному магнитному полюсу, при приближении к западу из-за них начали изменяться погода и атмосфера области грозового пояса. Через некоторое время в этом месте появился Цухэ, но обнаружил, что магнитный полюс северо-востока уже забрали. Нань Яньфэй тоже вернулся сюда и наткнулся на него. Парень сразу же подумал, что они вдвоем смогут справиться с группой Луиня. На западе белый рыцарь держала магнитный полюс. Тяжелораненый Шанжун давно отступил. Лингун очень хотела его убить, но сделать это непросто. В конце концов, Шанжун – лидер региона. Они провели много сражений друг с другом и знали, что она превосходила его лишь чуть-чуть. Вся область грозового пояса полыхала пламенем войны. Даже если магнитные полюса исчезли, это никак не влияло на поля боя. Собирательница угадала. Джи ушла с северо-востока, но не отказалась захватить еще один магнитный полюс, поэтому бросилась на запад. Когда Джи увидела хаос, устроенный Луинем с жетоном, то забеспокоилась, что у Шанжуна и Цуха будут проблемы. У нее был только один из пяти полюсов, следовательно им как минимум нужно еще два. Первоначальный план был полностью разрушен этим фарсом с жетоном. По пути женщина миновала множество полей битв, напугав Тайюяня и других, но сама она не обращала на них внимания. Спустя какое-то время группа Луиня также пролетела здесь, стремясь на запад. Когда Луинь пролетал тут, он увидел нечто странное, черный меч превратился в пятиметрового мужчину. Он не понимал, был ли это человек или артефакт. Но вспоминая то, что говорили люди шестого континента на острове Звездного Света, парень убедился, что в новой вселенной есть множество необычных культиваторов. Вскоре после этого, когда они прибыли на запад, то увидели избитого белого рыцаря. Лингун потратила много сил на битву с Шанжуном, поэтому появление Чжи, которая использовала на ее даре свой, поставило ее в затруднительное положение. Небесный дворец женщины сгорал, но продолжал издавать могучий колокольный звон, что влияло на силу пламени. Чжи не суждено было так быстро победить ее. Но Чжи не верила, что все из десяти судей были такими, как Пересвет. Сформировав меч, она рубанула им по белому рыцарю. В то же время сюда вернулся Шанжуны, помогая высшему источнику, атаковал со спины белым солнцем. Объединенную силу двух сильных противников судья остановить не могла. Если хоть одна из атак коснется ее, скорее всего она проиграет. Но в этот момент по округе пронеслось мощное поле пересвета, а Луинь при помощи перевоплощения пустоты переместил белое солнце в сторону. Они вдвоем смогли защитить белого рыцаря. Чжи была в бешенстве. Она предполагала, что эта группа придет сюда, поэтому Била изо всех сил и даже объединилась с Шанжуном, чтобы как можно быстрее захватить магнитный полюс. Вот только не ожидала, что судья сможет продержаться так долго. И теперь, когда тут были эти трое, она вряд ли что-то сможет сделать. Из-за подавления боевого уровня победить Пересвета, особенно когда с ним рядом Луинь, было слишком трудно, поэтому отобрать магнитный полюс не получится. А кровавленный Шанжун, стоявший рядом с Чжи, заметил у Собирательницы и Пересвета полюса, а затем взглянул на белого рыцаря. Он был пристыжен, ведь допустил тот факт, что врагу достался третий полюс. Госпожа Чжи, у них три полюса, с горечью сказал Шанжун. Я знаю. В это время белый рыцарь удивленно посмотрела на Луиня. Почему ты здесь? Дорогой ошибся. Женщина опешила от такого ответа. Пересвет посмотрел на нее. Ты еще можешь сражаться? Все в порядке, но та женщина – высший источник. Да, ее источник полярной звезды невероятно крепок, а еще есть врожденный источник жизни, а также дар. При этом она до сих пор не воспользовалась своими навыками и техниками, подметила Собирательница Звезд. С ней будет тяжело справиться. Пересвет слегка улыбнулся. Я могу ее задержать, а вы пока разберитесь с Шанжуном. Оставьте его на меня, вдруг сказал Луинь. Он очень сильно хотел опробовать все свои силы на лидере региона. Пусть тот и был ранен, но это лишь немного уравнивало их в силе. Белый рыцарь нахмурилась, посмотрев на него. С чего ты решил, что сможешь с ним сражаться? Забыл, как в тот раз тебя чуть не прибили. Мы с тобой давно не виделись. Не только ты становишься сильнее. Веришь или нет, но теперь я могу победить даже тебя, возразил парень, показывая свою уверенность. Ранее он ее боялся, но теперь она не сможет им помыкать. Женщина воскликнула. Ты нарываешься. А вы, я вижу, очень хорошо друг с другом ладите, сказал Пересвет с легкой улыбкой на лице. Луинь подумал рассказать ему об их первой встрече, но заметил угрожающий взгляд Лин Гун. Вспомнил ее милое красивое личико, скрывающееся под белой маской, и решил отступить. Все же хорошие мужчины не сражаются с женщинами. Ну, мы не сказать, что знакомы, просто виделись пару раз. Собирательницы звезд показалось странным, что Луинь каким-то образом встречался со многими важными людьми, даже с белым рыцарем, которую нечасто можно встретить во внешнем мире. В это время Шанжун смотрел на Луиня и не понимал, где он мог его видеть. Уходим, равнодушно сказала Джей. Мужчина удивился. Уходим. А как же магнитный полюс? Забудь. Но согласно правилу, у кого больше магнитных полюсов, тот и будет контролировать область грозового пояса. Неужели мы отступаем? Смогут ли они его полностью контролировать без двух полюсов? Холодно сказала женщина и сразу же ушла. Шанжун пребывал в недоумении. Высший источник. Непобедимый мастер молодого поколения. Вряд ли группа напротив них была настолько сильной, что ее стоит опасаться. Он совсем не понимал ход мыслей Джей. Среди девяти человек, которые тогда бросили ей вызов, он был одним из них. Он очень хорошо знал силу Джей и испытал тогда настоящее бессилие. Поэтому причину отступления он так и не мог понять. Наблюдая за уходящей парой, белый рыцарь вздохнула с облегчением. По правде говоря, она не очень хотела сражаться с высшим источником в таком состоянии. Три магнитных полюса означают нашу победу, но враг может не выходить отсюда. Только пять полюсов гарантируют нам полный контроль над этой областью и защитят границу новой вселенной. Один из полюсов в руках Джи, а другой у армии шестого континента, но скорее всего, соберутся они в одном месте, остров Звездного Света. Давайте восстановим силы, а затем атакуем, сказал Пересвет. Белый рыцарь не возражала, понимая, что это очень важно. Луинь вдруг спросил. А что, если это повлияет на погоду возле острова? Что станет с живущими там людьми? На серьезные изменения понадобится много времени, так что можно их эвакуировать, ответила Белый рыцарь. Вряд ли у нас будет время кого-то эвакуировать. Придется оставить все на волю судьбы, пробубнил Пересвет. Глава 980. Его зовут Луинь. Луинь и Собирательница посмотрели друг на друга, вспоминая Айяэр. Ковакова, а ее точно нужно будет оттуда вывести. Немногие люди, достигшие такой силы, при этом не были хладнокровными. Текущий баланс сил в области грозового пояса выглядел очень странно. Изначально шестой континент должен был почти со стопроцентной вероятностью забрать эту территорию себе. Однако из-за появления Пересвета, Муцзина и других мастеров, превосходящих Хуася и ему подобных по силе, удалось переломить ход событий. Особенно важно было то, что Луинь, Собирательница и Хуася смогли победить Наньяньфуя. Можно сказать, что без Луиня, даже с Пересветом, скорее всего, победил бы шестой континент. Но пока что это был не конец. Область грозового пояса до сих пор оставалась разделенной на два лагеря. Джи все это видела и понимала, что ситуация выходит из-под контроля. Из-за появления людей новой вселенной шестой континент начал терять превосходство в сильных мастерах. Новая вселенная пятого континента – обитель высшего наследия человеческого звездного региона. Во внутренней вселенной были 10 судей, а там подобных им куда больше. Поэтому даже если на поле боя появятся все три высших источника, не факт, что им удастся победить. Летя по небу, Джи резко остановилась и начала вспоминать все, что видела в этой битве. Мастера молодого поколения часто могут являться отражением состояния противника. Если их младшие не хуже шестого континента, то логично, что и старшие поколения было не хуже. Однако почему тогда они не нападали на них ранее? Раз они понимали, что без изменения звездного пространства не смогут взрастить нового мастера домена предка, так почему же ничего не делали? Домен предка – это пик культивации, но не достигнув его, терялся весь смысл пути совершенствования. Возможно ли, что Пятый континент просто не знал о своем ограничении? Или же у них просто нет с этим никаких проблем? Все эти мысли не давали Джи покоя и она решила все разузнать. Вернувшись на остров Звездного Света, женщина отдала по жетону приказ всем прибыть сюда. Цух и Наньяньфы видели приказ, но не знали, был ли он от настоящей Джи. Многие тоже колебались. А вот Дерим и Цуханьцин сразу же направились к острову с магнитным полюсом. Если бы их опять послали на другое поле боя, они бы засомневались, но остров являлся одной из главных баз шестого континента, там в любом случае будет безопасно. На различных полях сражений люди шестого континента начали отступать, возвращаясь к острову. Луинь, находясь в западной области, посмотрел на жетон, а затем сказал Пересвету. Джи собирает всех на острове Звездного Света. Ну, ей остается лишь сдерживать нас, чтобы окончательно не сдать область грозового пояса, высказался мужчина. Нам также нужно всех собирать, мы в любом случае должны их атаковать. Джи я возьму на себя, сказала Белый Рыцарь. Остальные посмотрели на нее. Луинь возразил. Я думаю, ее лучше оставить на Пересвета. Женщина свирепо фыркнула. Заткнись. Пересвет спокойно сказал. Да, лучше оставь ее мне, а сама разберись с Шанжуном. В конце концов, только ты можешь сдерживать его родословную. Лингун отказалась. Шанжуна, и ты можешь победить, а я хочу ощутить силу высшего источника. Мы не можем так рисковать и терять накопленное тяжелым трудом преимущество, сказал Луинь. Белый Рыцарь рассерженно ответила. Я сказала тебе заткнуться, это приказ. Парень закатил глаза и больше не стал с ней разговаривать. Эта женщина безмозглая. Пересвет беспомощно вздохнул. Джи легко подавит тебя, ее дар испепеляющий глаз, просто сожжет твой дар. Легко подавит? Хэм, просто никто из вас никогда не видел мой небесный дворец на пике силы. Трое удивились ее словам. Ладно. Раз ты так уверена, бери Джи на себя. Глаза Белого Рыцаря сверкали ледяным блеском под маской. Она должна отомстить за причиненную боль. Тем более раз Пересвет может ее сдерживать, то и она тоже. Я возьму Шанжуна. Что касается Нань Яньфуя, брат Лу, тебе и собирательнице придется взять его на себя, сказал Пересвет. Луинь не возражал. Женщина также согласилась. Мы вдвоем сможем его сдержать, но для победы нужен кто-то вроде Хуасиа. У нас таких мастеров достаточно много, кого-нибудь да найдем. Давайте сперва отдохнем несколько дней, подождем, пока все соберутся. К тому же Белому Рыцарю нужно залатать раны. После мы пойдем в атаку, утвердительно подытожил Пересвет. В течение дня армия шестого континента постепенно вернулась на остров Звездного Света. Дерим передал магнитный полюс Джи, чем обрадовал ее, но хорошее настроение женщины тут же исчезло из-за появления Нань Яньфуя. Она холодно посмотрела на него. Почему ты покинул поле боя без разрешения? В ее плане лидеры регионов были крайне важны. В конце концов, они высшая боевая единица в ее подчинении. Если бы Нань Яньфуя оставался на северо-востоке, они вдвоем смогли бы забрать третий магнитный полюс. Нань Яньфуя уже ожидал этот разговор, поэтому ему было чем ответить. У врага была какая-то гадалка, она предсказывала все мои действия, тем более я не знал, что вы придете. Джи и фыркнула. Пусть победить ты не мог, но у тебя хватило бы сил помешать им забрать полюс. Парень был недоволен ее словами. Госпожа Джи, хотите сказать, я должен был рисковать своей жизнью ради непонятного результата? Джи и холодно уставилась на него. Нань Яньфуя ответил ей бесстрашным взглядом. Шанжун попытался сгладить ситуацию. Хотя высший источник был по статусу выше, но только лидер региона решал, будет ли он подчиняться ему или нет. Нань Яньфуя был из тех, кого не заботил высший источник, его волновала лишь сила. Поэтому даже имея разногласия, обоим пришлось отступить. Да и Джи и понимала, что убить этого таракана невозможно, а приказывать, как об стенку головой биться. Женщина тяжело вздохнула. После предстоящего сражения я лишу тебя статуса лидера региона. Нань Яньфуя было все равно, ведь чтобы забрать этот статус, нужно победить его. Джи была сильно раздражена им, но мысли о предстоящей битве не давали покоя. Особенно то, что у врага действительно была внушительная сила. Игнорируя Нань Яньфуя, женщина образовала из звездной энергии облик Луиня. Кто из вас знает этого человека? Десять судей всем были известны, как минимум внешне, но появившийся загадочный парень ее сильно беспокоил. Он обладал уж слишком многими особыми навыками и недюжинной силой, при том что был всего лишь в сфере перемен. Информацию о нем она хотела узнать больше всего, но еще сильнее, схватить его и разузнать все секреты. Увидев Луиня, Нань Яньфуя сразу же сказал. Это он, тот парень, что одурачил меня. У него несколько секретных техник. Как только люди вокруг услышали о секретных техниках, то посмотрели на фигуру Луиня. Даже не у всех лидеров регионов они были, но все до единого хотели такую иметь, ведь с ней твоя сила была минимум на ступеньку выше. В секретных техниках заключены истинные законы вселенной. Даже просто ее изучив, это может помочь в дальнейшей культивации. Стоявший среди толпы Цухань Цин резко выпалил. Это он. Джи посмотрела на него. Ты что-то знаешь? Парень вышел вперед и уважительно сказал. Госпожа Джи, его зовут Луинь, он из внешней вселенной. Я сражался с ним, когда мой регион атаковал ту область. Также я виделся с ним в руинах источника знаний. Пятый континент был готов к нашей атаке, потому что, вероятно, всю информацию ему слил человек семьи Хуан. Джи не волновало поражение региона пылающей крови, ее интересовал только Луинь. Говоришь, он был в руинах секты Пятого континента? Да, видел его там несколько раз. Шанжун внезапно воскликнул. Вспомнил. Мы тогда сражались за наследие домена предка возле одной из девяти гор, а этот урод его уничтожил. Джи задумалась. Насколько ей известно, войти в руины могли только десять судей, но этот парень был слишком молод и определенно не входил в их число. Получается, в руинах источника знаний может находиться кто-то еще с Пятого континента? Вспоминая о руинах, она невольно подумала об Утайбайе. Этому парню нравилось обычно ошиваться именно там, притворяясь простым культиватором. Глава 981. Знаменитое Космическое море. Его зовут Луинь? Спросила Джи. Цу Хань Цин подтвердил. Да. Передайте всем приказ, что парня нужно поймать живым. Если кто-то с этим справится, я лично порекомендую его предку Сюэ и дам шанс стать его учеником. Громко сказала женщина. Все сразу же заволновались, ведь стать учеником мастера домена предка желал каждый из них. Даже Шанжун и Нань Яньфы выглядели взбудораженными. Пускай это всего лишь шанс, такой на дороге не валяется. Предок Сюэ, один из трех сильнейших мастеров шестого континента. Даже встретиться с ним и поговорить уже стоит многого. Сердца людей не могли найти себе покоя. Все внимательно осматривали изображение Луиня, чтобы запомнить каждую его деталь и не ошибиться. Для Джи и ценность Луиня была намного выше десяти судей или даже победы в области грозового пояса. Помимо двух секретных техник, больше всего ее волновало его тело. Она хотела понять, почему на него не действует врожденный источник жизни. Врожденный источник жизни – это особая культивируемая энергия. Мало кто преуспевает в этом, но любой способный ее контролировать может стать непобедимым. И то, что некто игнорировал столь непревзойденную силу, указывало ей на то, что энергия несовершенна и это можно исправить. Жаль, что тогда появился пересвет, иначе этот парень уже был бы в ее руках. Теперь же, сможет ли она его поймать, зависит от удачи. Когда в чем-то замешан домен предка, новость об этом разлеталась с молниеносной скоростью. Вскоре все культиваторы шестого континента в области грозового пояса узнали об этом. Но слухи пошли еще дальше, дойдя до того, что если кто-то поймает Луиня, он станет следующим высшим источником – учеником предка Сюэ. Новости слухи распространялись тут и там, в результате чего об этом узнали люди пятого континента. В Космическом море было очень странное место, окутанное особым явлением. Оно было наполнено красным дымом, морская вода тут была очень горячей и на дне виднелись многочисленные действующие вулканы. В этом месте находилась армия секты меча, но армия шестого континента их теснила. Люша Ацу крепко держал свой меч окровавленной ладонью. Напротив него стоял потомок семья смертного хранителя из региона Черной Крови, с удивительным даром и родословной. Он и Люша Ацу были равны по силе и уже давно пытались выяснить победителя. «Твои 13 мечей в самом деле невероятны, но тебе не победить». Люша Ацу холодно сказал. «А я попробую». С вторжением шестого континента секте меча вскоре пришлось отступить в Космическое море. За последние пару лет Люша Ацу несколько раз оказывался в смертельной опасности. В это время под ногами мимо них проплыла странная рыба. Она была длинной, но ее тело было узким, как стрела и во рту у нее виднелся сверток. Этот вид рыбы был уникальным в Космическом море. В Космическом море сигналы терминалов были прерывисты. Чтобы хоть как-то обмениваться информацией, пятому и шестому континентам приходилось использовать подобных рыб-почтальонов, которые на самом деле могли развивать скорость не хуже, чем просвещенные. Люша Ацу и потомок смертного хранителя одновременно попытались схватить эту рыбу, но так как Ша Ацу был далеко от нее, она досталась противнику. Уверенно вынув у нее изо рта письмо и прочитав, он сперва поразился, а после сильно обрадовался. Люша Ацу был в недоумении. Парень вдруг бросил в него письмо и спросил, «Ты знаешь этого человека?» В письме был приказ Джи о поимке Луиня и награда за него. Когда Люша Ацу прочитал письмо и увидел портрет его старого друга, он на мгновение обомлел. Они очень давно не виделись, он даже почти забыл о нем, но увидев знакомое лицо, на него нахлынули старые воспоминания. «О, видимо вы знакомы». Высший источник приказала схватить его живым. В награду за это можно получить возможность стать учеником предка Сюэ. «Если ты поможешь мне его поймать, я могу помочь тебе присоединиться к моей семье и стать потомком смертного хранителя», — предложил парень. Почти та же самая картина происходила и перед Люси Аюнь. Девушка растерянно смотрела на портрет Луиня. Он снова появился, снова привлекает к себе окружающее внимание. Прошло столько лет, а он ни капли не изменился. В космическом море было множество разных странных мест. В одной из областей вместо дождя падали пламенные камни, и никто не знал, откуда они берутся. Наблюдая за этим пламенным дождем, Вэнь Сань смотрел на письмо в своей руке. Позади него стояла Мила, которая была все столь же соблазнительна, с длинными белыми волосами, свисающими до босых ступней. Рядом с ней находились Вэнь Саньи Ханчун. Одна была из семьи Вэнь, а другой когда-то был лидером второй ветви Звездного Неба. Вэнь Саньи Ханчун прошли через многое, чудом избежали смерти и в итоге стали следовать за Вэнь Саним. Судья Вэнь передал Миле письмо. «Смотри, Мила озадаченно взяла письмо, и вдруг ее глаза расширились. Как это возможно?» Вэнь Саньи Ханчуну было любопытно, что же там такое. Мила показала им письмо, ошеломив их обоих. Все они знали Луиня, но у каждого было разное представление о нем. Ранее он был непобедимым сферой грани. Вэнь Сань хотела бросить ему вызов, но у нее отпало желание, когда она увидела силу Линдзю, а затем ему Жуна. Она знала, что не ровня им, и уж тем более Луиню, который их победил. Тогда, на планевике, он в самом деле показался ей непобедимым. Но с того времени утекло много воды и она даже забыла о нем. Только Линдзю, Мужун, Люша Ацу, Ханьфы, Яньцин и другие, кого парень превзошел, оставались на слуху и все были либо генералами, либо князьями. Луинь же был многими забыт, потому что находился во внешней вселенной. Но теперь они снова увидели его, кроме того, вместе с его именем фигурировал высший источник, высший мастер молодого поколения шестого континента. Они слышали, что такой эксперт должен был вот-вот показаться в космическом море, и это оказалось правдой. Однако чего они вовсе не ожидали, так это появление Луиня, привлекшего всеобщее внимание. Все прекрасно понимали, что это значит. Парень пусть исчез у них из виду, но за прошедшее время стал настолько силен, что смог потрясти даже высший источник. Ханьчун чувствовал смятение, но постарался не думать об этом. Прошлое в прошлом. Человек, который осмелился бросить вызов клану Байе, изначально не был простым. Мила, скорее всего, была поражена новостью сильнее остальных. Именно она забрала Луиня с земли, а также договорилась помощь вступить в молодежный совет внешней вселенной. Вот только она никогда не ожидала от него чего-то невероятного. А все потому, что с его происхождением достичь действительно больших высот было невозможно. Однако теперь она поняла, как именно выглядит самый настоящий неудержимый человек. За прошедшие годы войны она тоже забыла о нем. Девушка, как и многие, считала, что связанный с внешней вселенной мастер не сможет догнать их, закаленных в смертельных боях. Но что в итоге? Он утер им всем нос. Вань Сань посмотрел на троих ошеломленных ребят с легкой улыбкой. Область грозового пояса. Интересно, они встретились? Он сам почти забыл об этом парне и даже считал, что тот где-то погиб, но оказывается, он вступил вместе с ними в кровопролитную битву. Где-то на территории бушующего космического моря на коленях стояли сотни тысяч человек, обращенные лицом к зависшему в небе мастеру с длинными черно-белыми волосами. Выражение лица у него было властным, полным величия. Даже просто стоя на месте, он источал мощную ауру. Это был король ночи Дженю, один из десяти судей. Брат, он опять появился, как он попал во внутреннюю вселенную, и как ему удалось привлечь внимание высшего источника? спросила Янь Цин, стоявшая позади мужчины. Дженю спокойно сказал, «Ну пришел и пришел, так даже лучше, наконец-то решим все раз и навсегда». Где-то на дне космического моря прятались Гелана и Лулу. «Почему они хотят нас поймать?» спросила раздраженная Лулу Мобиус. Гелана закатила глаза. «Иди да спроси». «Может, ты опять сделала что-то возмутительное?» Лулу рассердилась. «Да это они точно из-за тебя такие, как я, молодая и красивая девушка, которую все любят, могу кого-то разозлить». Гелана чуть не рассмеялась во все горло от услышанного. Над ними время от времени пролетали мастера шестого континента. В этот момент мимо них проплывала рыбка-почтальон. Гелана попыталась схватить ее, но существо оказалось быстрее. Глаза Лулу засияли зеленым блеском, и рыбка сама подплыла к ней, отдав письмо. Девушка самодовольно хмыкнула и развернула пергамент, который будто отталкивал воду. Увидев, что там написано, она замерла и в шоке разинула рот. Нас переплюнули. Гелана с удивлением посмотрела на письмо и тут же сказала. «Луинь, разве он не во внешней вселенной, как он тут оказался?» Да еще и спровоцировал высший источник. «Лулу, он действительно тебя переплюнул. Вот кто настоящий возмутитель спокойствия. Да это ты такая, вся твоя семья возмутители спокойствия. Дура, вся моя семья, это и твоя семья. Да тихо ты, не кричи, а то нас услышат». Глава 982. Сад захоронений. В одном из мест космического моря под названием область Белой Скалы, будь то цвет неба, морского дна или окружающих рифов, все было белым. Но самым странным здесь было то, что к воде ни в коем случае нельзя прикасаться, иначе тело тут же расплавит. На южном крае этой области возвышалось высокое здание, та самая башня завоевателя. Из-за ее присутствия область Белой Скалы считалась самым крупным полем боя космического моря. Именно здесь собирались лучшие молодые мастера пятого и шестого континентов, чьи тела падали в море и растворялись в небытие. В одном из районов области поверхность моря была покрыта голубым льдом. На нем стояла женщина в вуале с длинным мечом. Размахивая им, она разрубала на части любого противника шестого континента, что пытался к ней подступить. В это время мимо нее также проплывала рыба-почтальон. Она схватила ее, прочитала письмо и посмотрела на белое небо. Вернулся. Неужели внешняя и внутренняя вселенные вновь связаны? После этой битвы стоит вернуться домой, на землю. Недалеко от женщины взревела группа сельванов, на которых стояли мастера пятого континента. Среди них была красивая женщина, использующая технику звезды даже более высокого уровня, чем у Хуасиа. В группе также были трехметровый мужчина, тот самый знаменитый судья по прозвищу Боевой Король, и Феникс, извергающий пламя. Каждый из этой группы был невероятно сильным, но и их противники не слабы. На крупнейшем поле боя могли находиться только сильные смельчаки, по крайней мере уровнем не ниже титулованного короля. И новость о приказе высшего источника, разумеется, не могла не дойти до сюда. Женщина отпустила рыбку почтальона и посмотрела вдаль. Там Феникс сражался с мечником шестого континента. Никто не знал настоящего имени этого человека, известно лишь то, что он лидер региона Бессмертного Война по прозвищу Ученый Меч. Орудовал он большим мечом, торчащим из книги. Его сила была загадочной и подавляла даже Феникса. Регион Бессмертного Война был особенным для шестого континента. Там часто появлялись талантливые мастера, даже предок уродом оттуда. Сила лидера из этого региона на голову превосходила многих, он по праву может входить в тройку сильнейших из девяти. Прямо под Фениксом и Мечником сражались группы культиваторов шестого и пятого континентов, и одного из людей Луинь бы сразу узнал, ведь он встречал ее в секте Источника Знаний. Это была Мисс Цинн. Противником Мисс Цинн был член компании Клевер, эксперт сферы перемены ровесник десяти судей, который в прошлом им проиграл. Но он все еще был лучше многих гениев и занимал восьмое место в рейтинге Звездного Неба. Тем не менее он не мог победить девушку перед собой, которая будто играла с ним, а не воспринимала всерьез. К слову, вода в области белой скалы чудесным образом совсем не причиняла вреда ее местным обитателям, поэтому рыбки-почтальоны могли спокойно добраться сюда. Глядя на изображение Луиня в письме, Мисс Цинн удивилась. Хе-хе, давно не виделись. Стоявший напротив нее мастер из Клевера, титулованный генерал, был огорчен. Он ничего не мог сделать этой девушке, даже заставить ее воспринимать себя всерьез. Дальше к югу, на краю Космического моря, где было относительно тихо, собралось множество мастеров старого поколения внутренней Вселенной, Космического моря и даже новой Вселенной. Семья Вынь, Секта Меча, Клан Бае, Зал Духовного Посвящения, Домен Пламени и так далее, а также четыре предводителя, Секта Небесной Звезды, Зал Славы и Земля Богов. В общем, их было очень много. Именно их существование сдерживало многих старших трех регионов шестого континента. Они определяют нынешнюю ситуацию. Младшие, всего лишь дети, что барахтаются в песочнице, а они решают судьбу пятого континента. Однако в случае с Космическим морем окончательный исход будет решать молодое поколение. Высший источник в этом случае представлял собой серьезную опасность. До них также дошли последние новости. Но больше всех удивляло то, что младший, который был во внешней вселенной, окажется в Космическом море и, более того, привлечет внимание высшего источника. Домен Пламени и Клан Бае совсем позабыли о Луине, и вот он снова появился. Юань Цзин Бае бесстрастно смотрел на профиль Луиня в письме. Выражение его лица было странным. Ранее он мог контролировать мальчишку, но чем дальше тот развивался, тем быстрее он терял над ним власть. На самом же деле, если оглядываться назад, это не он манипулировал Луинем, а паренем. Хотя они узнали, где находится Третий Король Ночи, эта информация не дала его клану желаемого. По правде сказать, он был глубоко впечатлен Луинем, но после стольких лет войны забыл о нем и даже считал, что тот где-то погиб. И вот вдруг мальчишка снова появляется, причем настолько громко, что сумел привлечь внимание высшего источника. Твое возвращение вызовет новые проблемы, нахмурившись, подумал Юань Цзин. В его голове медленно возникла фигура Чжо Бае. Причина, по которой Луиня стало так широко известно, заключалась в приказе высшего источника. В противном случае, даже если бы он получил титул короля, вряд ли бы кого-то это впечатлило. Его появление заставило крупные силы задуматься, почему высший источник, наследник домена предка, отдал такой приказ. Неподалеку, над морем, из-за громкого смеха трясся большой корабль. Это судно принадлежало группе Верховного Грома, а смех исходил от знаменитого Верховного Рена. Оглушительный смех продолжал баламутить море, постепенно воздействуя на окружающую область. Многим это не нравилось, особенно Империи Росс, которая находилась рядом. Из-за смеха их высокотехнологические устройства вышли из строя. Один из их старших хотел пожаловаться, но его сразу же остановили. Ты сумасшедший, это Рен, лучше его не обижать. Чего вы боитесь? Разве он посмеет тут на нас напасть? Да, он может. Этот сумасшедший повелевает всеми пиратами во вселенной. Ты всерьез решил вразумить пирата? Связываться с ним, все равно что окунуться в болото, из которого не факт, что выберешься. Хэм, сумасшедший. Как и ожидалось, ему хватило смелости сделать что-то стоящее, ха-ха. Рен громко хлопал в ладоши и хохотал, распространяя сильную невидимую ряпь энергии, что окутало всех вокруг, включая Империю Росс, Домен Пламени и многих других. Люди Верховного Грома со смущенными улыбками пожали плечами, но глядя на изображение Луиня в письме, прибитой к гику корабля, все почувствовали некое облегчение. Мальчишка вырос ранее из-за изоляции, они все беспокоились о нем, жив-здоров или погиб от рук противника. В состав группы Верховного Грома входило семь отрядов и восьмой, не основной, которым руководила так называемая старшая сестра. Глядя на портрет Луиня в письме, тревога на сердце женщины улетучилась. Хорошо, что он жив. Позади нее Юлин, братья Бугань, Буцин, Гуйма и многие другие вздохнули с облегчением. Для них не было значения, чем именно занимался Луинь. Главное, чтобы он был жив и здоров. Старшая сестра, седьмой, привлек к себе довольно много внимания. Это не очень хорошо, сказал Юлин. Женщина прищурилась. Я знаю, но как бы не шумело космическое море, в области грозового пояса было очень тихо последние несколько дней. Пересвет, Белый рыцарь, Луинь, Собирательница, Муцзин, Тайю и они другие собрались вместе для атаки на остров Звездного Света. За ними шли миллионы молодых культиваторов. Среди них Луинь увидел Браули, сильнейшего молодого мастера клана Э, известного как Второй Боевой Король. С ним он встречался несколько раз в Боевом Царстве и все бои проиграл. Еще он познакомился с Тайю и Аним, вторым из рейтинга Звездного Неба. Этот парень был одержим в Собирательнице и в тот момент, когда увидел ее, чуть не набросился с объятиями. Ему также представили Муцзина, второго наследника Секты Небесной Звезды. И конечно, среди них был странный мужчина из Сада Захоронений. О саде он никогда не знал, но теперь понял, что это одна из фракций Большой Тройки Тьмы. Ранее он думал, что все из Большой Тройки Тьмы являлись врагами человечества, но это оказалось не так. Только Новая Лига Человечества была самым главным врагом людей. Однако сейчас никому до них не было дела из-за вторжения Шестого Континента. Они лишь сеяли хаос в тылу Пятого Континента и отвлекали на себя часть сил. Причина, по которой семь императорских надзирателей считают членом Тройки Тьмы, заключалась в том, что они захватили гробницу предка Чиня. Именно в отместку за это зал славы заклеймил их злобной фракцией. Тем не менее в высших кругах все понимали, что они просто проиграли гробницу предка Чиня. Что касается Сада Захоронений, он был самым загадочным из Тройки Тьмы. Сколько бы Луинь ни спрашивал, никто ничего не знал, но когда он попросил написать ему название Сада, то тут же вспомнил, что про него ему говорил Суэнь Цзю. Тогда старик сказал, что за ним придет мертвец под клеймом Захоронения. Глава 983. Провокация. Несмотря на приближение к острову Звездного Света и нарастающую напряженную атмосферу предстоящей битвы, Луинь нашел время взглянуть на человека из Сада Захоронений. Что за тайну хранит эта фракция? Нападение на остров прошло очень успешно. Шестой континент не устоял из-за того, что защитников было всего несколько сотен тысяч. Однако любой, даже дурак, понимал, что ситуация была какой-то странной, ведь им не только сдали остров, но еще и отдали два других магнитных полюса. Если бы их тут не было, Белый Рыцарь и другие так бы не переживали, поскольку это бы доказывало, что враг не отказался от области грозового пояса. Однако наличие здесь полюсов говорило им об обратном. Но почему? По какой причине одну из важных областей космического моря Шестой континент отдал таким образом? Собирательница звезд приземлилась на остров, закрыла глаза и погрузилась в свои мысли. Она планировала предсказать, куда те направляются. Джи оставила эту область и пошла в том направлении, сказала Собирательница, указывая в сторону. Глядя на юго-восток, многие ужаснулись. Область Белой Скалы выпалила Белый Рыцарь. Собирательница нахмурилась. Может, она с самого начала появилась тут, чтобы отвлечь внимание, и ее настоящей целью была область Белой Скалы. Также возможно, что высших источников сюда прибыло несколько. Белые Скалы в опасности. Для Шестого Континента нет смысла захватывать сразу все территории Космического моря. Им главное проложить себе путь к новой вселенной, где их старшие смогут без подавления боевого уровня сделать ход, высказался Пересвет. Белый Рыцарь продолжила. Если так подумать, потерпеть поражение в области Белой Скалы они никак не могут, иначе потеряют возможность продвигаться вперед и их фланги будут уязвимы. Им в действительности нужно прорваться, и скорее всего, в этом им помогут смертные хранители или даже Хранитель Небес. И не один, дополнила Собирательница. После сказанного их сердца упали в пятки. Луинь нахмурился. Он не понимал, планировала ли Чжи это с самого начала или после того, как проиграла им бой за Магнитный полюс. Но сейчас было очевидно, что она давно покинула область Грозового пояса. Присутствие высшего источника на поле боя достаточно, чтобы изменить ход сражения. Скорее всего, не каждый из судей сможет ее задержать. А если она перестанет заботиться о своей репутации, то уже ничто ее не остановит. Еще страшнее то, что высших источников может быть два или все три. А с учетом того, что судей растаскали по флангам, все это указывало на особо опасное положение области Белой Скалы. В это время к Луиню подошел невысокий мужчина и прошептал «Седьмой брат, тебе письмо». Луинь с подозрением посмотрел на него «Кто ты? Я из Верховного Грома». Правда, из слов Юлина он понял, что принадлежит группе Верховного Грома. Ему уже давно хотелось получше ее узнать, но возможности для этого не было. Да и небезопасно это было. В конце концов, эта группа являлась пиратами. Однако людей, которыми руководила старшая сестра, он считал своей семьей, и все они состояли в Верховном Громе. Более того, по идее, именно Верховный Рен спас его, когда он загадочным образом появился без сознания в Космическом море, а затем очухался уже во внутренней Вселенной. Так что в какой-то мере группа Верховного Грома – его спасители. «Седьмой брат, вот, прочти письмо». Луинь кивнул, прочел письмо и резко нахмурился. Область Белой Скалы в опасности. Все это понимали. Когда Белый Рыцарь увидела письмо в руки парня, она сразу уже взяла его. Наши потерпели поражение в центре области Белой Скалы и отступают к краю. Им нужна поддержка, поскольку, кроме Чжи, там появился наследник предками – Букун. Прежде чем все успели отойти от услышанного, Белый Рыцарь продолжила. Боевой король побежден, один из наследников закона убит. Башню завоевателя забрал Букун. Все были поражены, появился еще один высший источник и даже забрал их башню завоевателя. Но разве ее не должен был контролировать зал славы? Она служила вдохновением для молодого поколения пятого континента, ее потеря может нанести колоссальный моральный удар по армии. Пересвет посмотрел на юго-восток, чувствуя исходящее оттуда давление. Сразившись с Чжи, он ощутил давление высшего источника. Хотя он заставил женщину уйти, это не было победой. Он до сих пор не знал, как одержать над ней верх, при том, что они скованы мутированным пространством. Сила высшего источника была за пределами сферы просвещения, что превосходило его возможности. Если Чжи и такая, то что насчет наследника предками, который славился очень мощной секретной техникой? Секретная техника – это бесспорная опасность, которую невозможно преодолеть без определенных условий. Никто не мог идти против секретных техник, в которых заключены истинные законы Вселенной. Хотя они были различными, какие-то сильные, а какие-то нет, но техника предками, возможно, была самой опасной. Букун украл башню завоевателя, и Пересвет не знал, как ее вернуть. Может, если все судьи объединятся, но это сделать невозможно. Ему нельзя покидать область грозового пояса. Враг мог не переживать за территории, даже если какие-то придется отдать, но Пятый континент – наоборот. Иначе в какой-то момент они потеряют все. Все молчали. Луин оглянулся, люди выглядели напряженными. Если область Белой Скалы захватит, скорее всего старые мастера Шестого континента прорвутся дальше, к Новой Вселенной. Каким будет итог, неизвестно, но там будет кровопролитная бойня. Никто не знал, насколько силен Хранитель Небес, но и проверять ни у кого желания не было. Однако даже если Хранитель Небес не так силен, как все думают, общих сил Шестого континента хватит, чтобы разрушить все на своем пути. Область Белой Скалы запрашивает поддержку. «Ни я, ни Пересвет не можем уйти, иначе область Грозового Пояса захватит», – сказала Белый Рыцарь, а затем посмотрела на Собирательницу и Луиня, «Вам нужно идти». Луинь согласился. Собирательница сказала. «Вам действительно придется остаться, иначе тут появятся те два лидера регионов». «Ты же предсказательница, проверь, здесь они или нет», – вдруг сказал Луинь, глядя на женщину. «Собирательница закатила глаза. Предсказание – это тебе не панацея от всех болезней, а поиск ответов и выбор ближайшего к истине. Поэтому я и говорю, что им придется остаться тут, поскольку шанс, что появятся те два лидера регионов – около 90%. А почему бы тебе не попробовать зеркало Северного Неба?» Глаза женщины резко расширились. «Где ты это услышал?» «Твой девятый дедушка сказал». Пересвет, Белый Рыцарь, Хуася и другие посмотрели на пару в недоумении. О чем они говорят? Лицо Собирательницы потемнело. «Я еще в тот раз сказала не упоминать о нем, но он знает зеркало Северного Неба». «А ты что?» «Нет», – спросил Луинь. «Этой техники не существует, он ее придумал». «Правда?» Луинь не знал, кому можно доверять. Сюань Цзю выглядел правдоподобно, когда пытался увидеть в нем ответы на вопрос насчет семьи. Неужели он тогда притворялся? Тай Юань встал рядом с Собирательницей и уставился на Луиня. Не упоминай этого лжеца Сюань Цзю, этот старик повсюду шастает и врет всем вокруг. Настроение Собирательницы испортилось, но Белый Рыцарь снова сказала. «Ступайте». Луинь кивнул, он не хотел терять времени. Джи, очевидно, все спланировала. Если шестой континент сможет захватить область Белой Скалы, это станет катастрофой. Туда отправились не только они двое, но и Тай Юань, который все время косился на Луиня, будто тот был каким-то вором. С ними также пошел еще один человек, тот невысокий мужчина из группы Верховного Грома. Взгляд парня был ему слишком хорошо знаком. Точно таким же на него смотрел Джусан. Он задумался, стоит ли сказать ему, что чем безудержнее тот будет бегать за женщиной, тем быстрее ее потеряет. Вот так небольшая группа отправилась в область Белой Скалы. Что касается Линь Цзю, никто не знал, куда он делся. Когда появилась Джи, он быстро убежал. Аж пятки сверкали. Космическое море огромное, и хотя область Грозового Пояса находится недалеко от Белых Скал, путь мог занять неопределенное время, ведь на дороге они могли столкнуться с разными аномалиями. Четверо предводителей многие годы изучали Космическое море, прежде чем определили самые безопасные маршруты. Благо у них был проводник, который поможет группе Луиня в кратчайшие сроки, примерно за несколько дней, добраться до нужного места. В это время боевая обстановка в области Белой Скалы становилась все более напряженной. Башня Завоевателя была символом силы молодого поколения Пятого Континента, но теперь на ее вершине стояли Джи и Букун, глядя сверху вниз на толпу врагов. Букун – парень необделенный красотой, но по его лицу было видно, что он лишь недавно достиг совершеннолетия, и в его взгляде отчетливо прослеживался юношеский максимализм. Он в самом деле был молод, всего 20 лет, моложе Луиня. Но парень был чрезвычайно талантливым в культивации и овладел всеми секретными техниками, что ему передал предок Ми. С давнего времени и по сей день он единственный, кто смог овладеть всеми техниками предка Ми в таком юном возрасте. Среди прошлых высших источников таких никогда не было. Из-за этого все его часто охвалили и превозносили, а это в свою очередь раздувало самомнение Букуна. Но он был достоин такого высокомерия, потому что, кроме Утайбая и Джи, больше равных ему не было. Захватил он башню завоевателя чисто случайно. Парень не ожидал, что ее охрана окажется такой слабой. А после, когда появилась Джи и он узнал, что это за башня такая, то почувствовал гордость. Насколько башня завоевателя вдохновляла Пятый континент, настолько же возвысилась его слава. Букун этого и хотел. Он желал, чтобы его имя вписали в историю. Глава 984. Луинь против Артура. Джи посмотрела на башню завоевателя у себя под ногами. Она не знала, из какого материала сделана эта махина, но разрушить они ее не могли. Вероятно, это строение досталось Пятому континенту с древних времен. К сожалению, оно было бесполезным и его можно использовать разве что как платформу. Мы с тобой легко захватим область Белой скалы. Громко сказал Букун. Женщина сразу же сказала. Подожди немного, пока все не будет готово. Это Пятый континент, что против них нужно так долго готовить. Пренебрежительно спросил парень. Джи не стала ему ничего объяснять. Ее бесило, что он вел себя все надменнее и надменнее и уже даже к ней обращался без уважения. Ты пришла сюда только потому, что проиграла в области грозового пояса. Внезапно сказал Букун. Женщина нахмурилась. Ну и что? С судьями трудно иметь дело, а тут в придачу есть мастера не хуже их. Букун усмехнулся. Десять судей? Ничего особенного. Вор, отдай башню завоевателя. С громким криком более дюжины мастеров бросились к Букуну, совместно используя боевые навыки, чтобы отбросить врага от башни. Парень прищурился, сделал шаг вперед и сказал. Не зарывайтесь. Вдруг его фигура исчезла, а в следующий момент он оказался прямо над дюжиной мастеров, которые загадочным образом застыли и их тела очень быстро развеялись по ветру. Джи, увидев это, напряглась. Каждый раз, когда она наблюдала за сражением Букуна, то пребывала в шоке. Дар парня и секретные техники, все в нем было загадочным. Даже ее источник полярной звезды, вероятно, не сможет полностью сдержать его силу. И хотя она бесилась из-за его высокомерия, но признавала, что тот этого достоин. Пока один сражался, а другая удивлялась его силе, неподалеку из пустоты вырвался невидимый луч энергии и обрушился на источник полярной звезды. Хотя защита женщины выдержала неожиданный удар, ее оттолкнуло. Джи, разумеется, это сильно поразило. Она в шоке развернулась, увидев человека с серьезным выражением лица. На всем поле боя есть не более трех человек, которые бы выдержали этот удар. Высший источник, достойный противник, сказал мужчина низким тоном. Букуна гляделся и сказал Джи, а этот парень, наследник закона Зала Славы, его зовут Шуцзин. Он довольно силен, но едва может сражаться со мной. Женщина присмотрелась к незнакомцу. Уж очень мало людей могли ее заинтересовать, а уж тем более дать отпор. Этот наследник закона мог быть не слабее, чем Пересвет. Чтобы с кем-то сражаться, нужно стоять прямо перед ним. Фыркнул Шуцзин, а затем вытянул руку в сторону и из пустоты снова появился полупрозрачный луч. В ответ на это Джи подняла руку, сформировав длинный меч, и рубанула им по лучу. Пространство между ними раскололось, разделив море на двое. Бесчисленное количество людей были в ужасе от происходящего и стали спешно разбегаться. В это время высокая фигура бросилась к Букуну, который, заметив ее, яростно рявкнул. Опять ты. Это был человек высотой 3 метра, с большими мочками ушей и квадратным лицом, знаменитый боевой король. С тобой очень интересно драться, вот я и пришел. Усмехнулся судья и ударил противника. Букун холодно фыркнул. Побежденный ищет смерти. Вдалеке парил Феникс, сражающийся с ученым мечом. В стороне от них небольшая область неба была заполнена густым дымом, а в нем свистели стрелы, что прокалывали его и пытались развеять. Густой дым исходил от мастера по имени Гусяр, молодого человека новой вселенной из секты Дымящих Гор, а его противником был лидер региона предка Ми, Сиат Зяньшин. Сражения в области Белой Скалы прекращались разве что на час, не более того. Тут сражались как обычные мастера, так и судьи против лидеров регионов, и даже высшие источники. Цель у всех была одна, не дать противнику забрать себе этот регион. Однако пока пятому континенту приходилось уступать. В это время из области грозового пояса летела группа из четырех человек. Небо над ними время от времени гремело, освещая их лица, но в какой-то момент все вокруг стало настолько ярким, будто взошло солнце. Группа сперва не поняла, что происходит, но затем увидела, как из воды вырывается белое солнце, под которым был Шанжун. Я знал, что вы отправите поддержку области Белой Скалы, но вам в этой жизни туда уже не попасть. Белое солнце вспыхнуло пуще прежнего, осветив ошарашенные лица людей. Все четверо были бесследно испепелены. Нань Яньфы, поднявшийся со дна моря, нахмурился и посмотрел туда, где только что стояла группа людей. Нет, они бы не послали таких слабаков. Шанжун был в бешенстве. Нас обманули, это марионетки. Те, кто действительно должны помочь области Белой Скалы, уже давно ушли. Забудь, давай просто останемся здесь и отвлечем двух судей, сказал Нань Яньфы. Неподалеку отсюда группа Луиня продолжала путь вперед. То, что только что произошло, было предсказано собирательницей. Они поймали четырех культиваторов шестого континента и женщина каким-то загадочным образом загипнотизировала их, а после отправила вперед. Сами же они немного изменили свой маршрут. Луинь не понимал, что должно было случиться с загипнотизированной группой, но в любом случае они благополучно покинули область грозового пояса. Седьмой брат, отсюда путь будет опаснее, я хотел бы попросить собирательницу звезд проверить нашу дорогу, сказал невысокий мужчина. Прежде чем Луинь успел ответить, Тай Юань рассерженно сказал, с чего вы решили, что можете ей командовать? Коротышко уставился на него злобным взглядом. Тай Юань усмехнулся, что есть возражение. Он знал, что этот мужчина из Верховного Грома, группа пиратов, поэтому смотрел на него свысока. Мальчик, это космическое море, для меня твое второе место в рейтинге звездного неба, пустой звук. Угрожающе сказал мужчина. Такой страшный, ничтожество сферы познания. Луинь насупил брови. Следи за языком, а иначе за слова придется брать ответственность. Тай Юань уставился на него. И что ты сделаешь, ты себя видел? Луинь замахнулся рукой. Скажешь, когда будет больно? Тай Юань шагнул вперед и собирался ударить в ответ, но вдруг закричала собирательница. Тихо, нашли время драться друг с другом. Мужчина сразу же изменился в лице и улыбнулся женщине. Верно, верно, сейчас лучше не заниматься глупостями, я больше не буду обращать внимания на этих мерзавцев. Коротышка достал свой меч и хотел ударить, но Луинь положил ему руку на плечо со словами. Забудь, прости его, у него просто безответная любовь. Непонятно, слышал ли его слова Тай Юань или нет. Мужчина продолжал смотреть на женщину с любящей улыбкой. Собирательница звезд была беспомощна, он уже давно ее донимал и никак не отлипал, поэтому она приняла решение продолжить путь вперед. Через день разразилась сильная буря. С силой Луиня им едва удалось удержаться на месте, дабы их не сдуло. После шторма с неба начал падать град размером с кулак. Парень никогда раньше не видел таких напастей и чтобы они шли следом друг за другом. После города из моря начали вырываться столбы воды, внутри которых появились странные рыбы с силой сферы просвещения. Неизвестно, почему на них не действовало подавление боевого уровня, но вероятно, сила предков унацелена только на людей. В таком случае край укоротителей зверей должен иметь преимущество, но он почему-то никого из них не видел. Одним словом, все было очень странно. По дороге Тай Юань обращал внимание только на Собирательницу, но Луиню и Коротышке так было даже проще. Собирательница звезд время от времени останавливалась и, закрывая глаза, долго стояла в таком положении. Никто не знал, от чего она их оберегала, но через несколько дней вдалеке они увидели белое пятно, то есть область белой скалы. Увидев эту область, группа сильно обрадовалась. Наконец они добрались. Они все позабыли, что пришли сюда не на пикник, и опомнились, только когда пространство перед ними разорвало энергией меча. Коротышка из группы Верховного Грома резко побледнел. Седьмой брат, я туда не пойду. Луинь сосредоточенно смотрел вперед, поток рун, исходящий от энергии меча, был почти равен двум сотням тысячи. В нем прослеживалась таинственная сила, что принадлежала лидеру региона. Вдалеке все небо было переполнено сплетенными потоками рун. Это говорило о том, что там идет бушующее сражение. Именно так выглядят самые кровавые поле битвы Космического моря. Седьмой брат, главное не падать в море. Вода здесь обладает сильным разъедающим эффектом. Если упадешь, то пиши пропало, сказал коротышка, который со страхом косился на область Белой скалы. Тай Юань перестал обращать внимание на собирательницу из-за происходящего впереди. Вскоре группа Луиня добралась до центра сражения. Изначально парень планировал понаблюдать и выждать момент, чтобы вернуть башню завоевателя при помощи секретной техники. Но не ожидал, что из-за приказа Джи окажется таким знаменитым. Как только он появился на поле боя, группа культиваторов шестого континента набросилась на него. Луинь одним ударом раскидал их в разные стороны. Он догадывался, что у него будут проблемы из-за приказа Джи, но не хотел менять свою внешность и личность. Поскольку он уже находится в космическом море, то намеревался, опираясь на статус наследника закона, побороться за место в пагоде созвездий, а в придачу к этому заработать на поле боя достаточно военных достижений. Он рассчитывал получить как минимум титул короля, но конечно же, надеялся на титул палача. Однако действовать нужно осторожно, особенно если он станет целью лидера региона. С появлением Луиня на поле боя он стал походить на магнит, притягивающий к себе врагов. А из-за того, что он притягивал мастеров шестого континента, за ними увязывались культиваторы пятого. В итоге, куда бы он ни пошел, вокруг него все превращалось в безразборную бойню. В этот момент над его головой промчалась энергия меча. Луинь поспешно опустился вниз и посмотрел наверх, на незнакомого человека. Это ученый меч, лидер региона Бессмертного воина. Вдруг рядом с парнем раздался женский голос. Луинь оглянулся и резко изменился в лице. Мисс Цинн, девушка улыбнулась. Давно не виделись, глухонемой брат. Луинь рассмеялся. Ха-ха, я не ожидал, что мы здесь встретимся. Глава 985. Резонна причина. Мисс Цинн внезапно устремилась к нему. Теперь ты сочный кусок мяса, но достанешься не кому-то, а мне. Не сопротивляйся, мы же с тобой старые знакомые. Уклоняйся от атаки девушки. Луинь ухмыльнулся. Ты знала, кто такой мастер Бай? Мисс Цинн покачала головой и прочертила мимо него ладонью, которая оставила глубокие царапины в пространстве. Это у Тай Бай. Девушка удивилась. Высший источник у Тай Бай. Тогда понятно, почему он был таким сильным. А как насчет тебя? Кто ты на самом деле? Спросил из любопытства Луинь. Мисс Цинн отступила от него метров на сто. Обычный культиватор шестого континента. Луинь рассмеялся. Но по силе ты не хуже, чем лидеры регионов. Не говори глупостей, а то вдруг кто-то услышит. Однако парень не шутил над ней. Он много с кем сражался и мог легко определить примерную силу врага и к какому уровню тот принадлежит. Сила девушки ничуть не хуже, чем у Нань Яньфуя. При том, что часть своих сил она явно скрывает. Ай, забудь с тобой драться бессмысленно. Я не могу победить. Пойдем, сказала мисс Цинн и ушла. Но как только ее не стало, на парня вновь набросилась свора врагов. Высоко в небе ученый меч снова нанес размашистый удар своим мечом. Его удар привлек внимание Луиня. Мечник сражался с настоящим фениксом, и если он не ошибался, это тот самый Сират Бусы, судья из клана Бусы. Ударив перед собой наложением силы, убивая безумцев, что задумали его поймать, он помчался вперед. Луинь был сильно раздражен происходящим, а когда случайно увидел туман вдалеке, то помчался к нему. Вбежав внутрь, парень понял, что это вовсе не туман, а удушающий дым. За ним в дым ворвалась группа мастеров шестого континента. В это же время в дыму тут и там летали многочисленные стрелы. Когда их увидела группа культиваторов, они в страхе побежали обратно. Бегите, это младший предок Цзянь. Здесь сражается Си Цзяньшин. В сторону Луиня устремилась стрела, он схватил ее рукой и увидел, что она была отмечена меткой боевого духа девятого ранга. Немногие в молодом поколении могли развить боевой дух до такого уровня. Луинь очень мало таких видел и не ожидал встретить тут такого мастера. В этот момент дым рядом с ним рассеялся, выставляя на показ молодого человека с луком, который с любопытством посмотрел на него. Это ты? Луинь не знал его, но в Космическом море тот был известен почти каждому. Этот парень владел боевым духом девятого ранга, и что-то ему подсказывало, что он один из лидеров регионов. Лучник больше ничего не говорил, запустив в парня стрелу. Луинь был уверен, что сможет спокойно отбить ее, но после первой лучник выпустил вторую, третью и так без остановки. Одна стрела была быстрее другой, и в какой-то момент они оказались перед Луинем одновременно. Каждая стрела несла в себе силу почти равную двумстам тысячам. Подобная подавляющая мощь ничем не уступала атаке смертного хранителя. По спине Луиня пробежал холодок. Он не ожидал подобного, но благо стрел было мало и он смог спокойно увернуться, после чего ударил по пустоте кулаком, образуя огромную трещину, которая начала поглощать все в округе в подпространство. Луинь изначально думал, что окружающий белый дым будет поглощен вместе со стрелами, но произошло нечто странное. Белый дым закрыл собой пространственный разлом. Затем позади просвистел сильный ветер. Луинь резко обернулся и увидел замахивающегося ладонью мужчину. Тот, казалось, хотел похлопать его по плечу, но парень рефлекторно увернулся, чем удивил человека. Брат, у тебя хорошая реакция. Луинь посмотрел на мужчину. Кто ты? Гусяр из секты Дымящих Гор. Луинь задумался. Секта Дымящих Гор? Она в новой вселенной. Тебя же зовут Луинь? Я о тебе наслышан. Тот, кто заставил высший источник отдать столь громкий приказ. Ха-ха. В это время на них обрушились стрелы. Гусяр был недоволен. Урод, ты что, не видишь, что я тут с новым другом общаюсь? Мы подеремся с тобой позже. Пока он говорил, белый дым, который казался неосезаемым, остановил вражеские стрелы. Луинь серьезно посмотрел на мужчину. Он явно был одним из преемников высшей фракции новой вселенной и по силе сравним с десятью судьями. Не волнуйся, этот дурачок уже давно бродит в моем дыму и даже не знает, куда точно стрелять. С гордостью сказал Гусяр. Луинь спросил. Он не может уйти? Может, но очень упрямо и хочет победить. Однако я лоб в лоб не сражаюсь. Зачем мне это? Я никого не боюсь, но как дурак сражаться не собираюсь. Луинь осмотрелся вокруг и заметил, как поток рун лучника приближался к ним без остановки. Он идет к нам. Гусяр удивился. Откуда ты знаешь? Увидел. Невозможно. Дым моей секты дымящих гор изолирует все пять чувств, и кроме мастеров с земли богов, никто другой сквозь него не видит. Подожди, а ты случаем никак не связан с землей богов? Пробормотал Гусяр, окинув взглядом Луиня. Луинь сразу понял, почему тот упомянул землю богов. Мастера этой секты изучают руины рунных сумраков, так что очевидно, что они узнали о каноне бесконечного расширения. У меня просто хорошее зрение, я могу видеть то, чего не могут другие. Правда? Гусяр скептически отнесся к этому ответу. Независимо от того, сколько людей входит в его белый дым, они в нем могут либо застрять, либо быстро выбраться, но для этого нужно атаковать по большой площади. Из-за этого лучник ничего не мог сделать и он просто с ним игрался. Вдалеке, над башней завоевателя, Джей посмотрела на белый дым. Она только что узнала, что здесь появился Луинь и что сейчас он находился в том белом дыму. Она должна схватить его, но белый дым ее настораживал. Новая вселенная была наполнена очень странными мастерами, которые использовали загадочные боевые навыки. Женщина видела, что дым сдерживал лидера региона. Но с другой стороны, каким бы загадочным ни был этот белый дым, с врожденным источником жизни ее не победить. Подумав об этом, Джей в два счета оказалась над клубом белого дыма, замахнулась рукой и ударила по нему мощным потоком ветра. Луинь это почувствовал и посмотрел вверх. Гусяр проследил за его взглядом, увидев появившуюся над ними Джей. Гусяр был потрясен. Женщина, остановись, этот белый дым казенный, Джей выглядела серьезной. Она думала, что сможет одним махом сдуть весь дым небольшим количеством источника жизни, но в итоге заплатила в несколько раз больше и лишь сделала маленькую брешь. На этот раз ты от меня не убежишь. Женщина уставилась на парня, а затем помчалась к нему с мечом. В то же время Сиат Зяньшин появился в стороне и выстрелил очередью стрел, целись в Луиня. Высший источник и лидер региона атаковали одновременно. Луинь и Гусяр поняли, что нужно бежать. Вот только если от стрел еще можно увернуться, то убежать от Джей не получилось. Клинок полоснул вниз, разрезая и при этом сжигая все на своем пути. Джей целилась в Луиня, но поскольку Гусяр стоял рядом, то и он попал под раздачу. Мужчина закричал. Я-то тут при чем? Луинь, нахмурившись, махнул рукой. Перевоплощение пустоты изменило траекторию одной из стрел лучника в женщину. В то время пока Гусяр окутывал их дымом, чтобы заблокировать клинок и другие стрелы. Стрела Сиат Зяньшина, естественно, не пробила источник полярной звезды. Джей проигнорировала это, продолжив наносить удары мечом, при этом не обращая внимания ни на кого, кто попал под ее раздачу. А там, помимо двух парней, была еще одна женщина с шестого континента, которая очень хорошо относилась к Луиню. Синню. Синню прибыла сюда на день раньше, чем Луинь. Когда здесь появился парень, она сразу же его заметила. Ее перестала заботить война двух континентов. Инстинкты овладели ей и требовали защитить Луиня. Она была готова оказать ему помощь в любой момент, но совсем не понимала причины своего поведения. В итоге меч Джей был остановлен ладонью Синню. Джей хмуро уставилась на нее. Что ты делаешь? Та холодно ответила. Ты хочешь меня убить? Так уйди отсюда, не мешайся под ногами. Синню фыркнула. Я не прощу никого, кто пытается меня убить. Откуда ты такая смелая взялась? Джей взбесилась и снова образовала меч, но на этот раз его целью стала Синню. Синню воскликнула. Почему ты хочешь убить меня? Сказав это, она вновь подняла обе руки, образуя перед собой барьер из звездной энергии. Глава 986. Жалкий старый друг. Хотя Синню ничего не могла сделать с врожденным источником жизни, не говоря уже о том, чтобы ранить Джей, но ей под силу задержать ее. За этим странным боем следили мастера Шестого Континента, недоумевая, почему женщины вдруг начали драку. Луинь тоже был удивлен. Синню резко оказалась рядом и решительно помогла ему. Но почему? Они же едва могли считаться знакомыми. А эта сестренка вовремя здесь оказалась, смогла остановить высший источник. Брат, кажись я влюбился, она будет моей. Очень серьезно сказал Гусяр, глядя на парня. Луинь потерял дар речи. Почему он всегда сталкивается с такими людьми? Седьмой брат, она в тебя втюрилась. Зуб даю. Сказал Гуи Хау, который уже довольно давно молчал. Луинь почти забыл о нем, но сейчас вспомнил и вдруг понял, что очень уж странно, что тот вел себя так тихо. Это на него не похоже. Обезьяна, ты в порядке? Спросил парень. А что не так? Ничего, ответил Луинь, но еще сильнее убедился в том, что со звездным зверем что-то не так. Синню сдерживала Чжи, но не сиат зяньшина. У этого человека упрямый характер, и он атаковал без лишних слов прямо в парней. Гусяр поспешно хотел укрыться от стрел белым дымом, но не смог его нормально собрать вокруг себя из-за оставшейся в воздухе энергии врожденного источника жизни. Стрелы ударили по нему и отбросили далеко в сторону. В это время Луинь сформировал шар солнца, но заблокировать им мог лишь одну из десяти стрел, от остальных ему пришлось уворачиваться. Грубая сила и интенсивность атак, простая, но действенная тактика. Сиат зяньшин использовал ее из-за подавления боевого уровня. Луинь не собирался делать из себя грушу для битья. Избегая стрел, он быстро настиг лучника. Сиат зяньшин понял намерение противника, но не остановил его. Когда Луинь приблизился и ударил лучника ладонью, тот замахнулся длинным луком как дубиной. Боевой дух девятого ранга – мощная сила, намного превосходящая восьмой ранг. Как только лук столкнулся с ладонью, боевой дух Луиня тут же развеяло, но стократное наложение и могучее тело даже без боевого духа отбросили Сиат зяньшина назад. Однако лучник, пользуясь дистанцией, снова пустил стрелы. В это время между их боем появилось еще две фигуры. Одна из них была убита стрелой, а другая, столь же сильная, как Луинь, оттолкнула снаряд и превратила звездную энергию в странное оружие для удара. Длинный лук Сиат зяньшина столкнулся с этим оружием, но перед этим лучник натянул тетиву и, отпустив ее, выстрелил звездной энергией, отбросив вмешавшегося в поединок человека. Мужчина отлетел на сто метров, оказавшись рядом с Луинем. Тяжело вздохнув, он сказал, как и ожидалось от лидера региона. Глядя на него, Луинь он показался знакомым, но парень был уверен, что никогда с ним не встречался. Мастер взглянул на Луиня с легким удивлением, а затем снова посмотрел на Сиат зяньшина. Внезапно Сиат зяньшин обратил внимание на небо, откуда на него начали падать огромные метеориты, каждый из которых по силе сравним с его стрелой. К сожалению, этим его было не победить, иначе он бы не был лидером региона. Тем не менее они отвлекли его. Луинь посмотрел на эти метеориты и понял, что руны в них схожи с потоком рун этого мужчины. Кажется, он где-то слышал о мастере с подобными навыками. Метеориты, падающие звезды. Точно. Это же Есин Чинь, один из четырех непобедимых сфер грани. Тот, с кем он никогда не встречался. Он был в сфере познания, но проявлял силу ловца. Такая сила была на уровне титулованного генерала. Это определенно Есин Чинь. Но кто тогда этот мужчина рядом с ним? Он достаточно силен, чтобы сражаться с лидером региона лоб в лоб. Пусть он немного уступает, но с таким уровнем имел право считаться титулованным королем. Си Ацзяньшин уничтожил все метеориты над собой. Атака Есин Чиня могла лишь немного отвлечь его, но никак не угрожала. Пока Луин с несколькими мастерами сражался против Си Ацзяньшина, а Джи Ацзяньшин в область Белой Скалы примчался еще один мастер. Он в два счета оказался над башней завоевателя и столкнулся с Букуном. На всем поле битвы области Белой Скалы собралось около двух десятков лучших мастеров молодого поколения пятого континента, но все они сражались с лидерами регионов и другими сильными мастерами. Хотя каждый хотел вернуть башню завоевателя, но никто не был уверен, что сможет забрать ее у Букуна. Не говоря уже о том, что тут рядом также находилась Джи. Хотя время от времени некоторые не выдерживали и принимали попытки, но заканчивались они либо смертью, либо тяжелым ранением. Даже атака боевого короля Синкая окончилась неудачей. Поэтому мужчина, бросившийся к башне, сразу же привлек всеобщее внимание. Букун только что снова прогнал Синкая, но увидев перед собой мужчину, почувствовал, что это достойный противник. Любопытно, скажи мне свое имя. Мужчина держал руки за спиной, выглядя еще надменнее, чем Букун, словно он святое существо, спустившееся на смертную землю. Тайшинь. Один Букун фыркнул. Какое высокомерное прозвище. Вдалеке на мужчину посмотрели многие, кто его знал, с неловкой улыбкой. Его на самом деле так зовут, это не прозвище, причем дали ему это имя при рождении, потому что он был из секты земли богов. Земля богов, довольно странная секта, не желающая иметь ни с кем общих дел, и вели они себя тоже странно, называясь богами. Но самое страшное, это их загадочная сила, от которой тяжело защититься. Из-за этого даже зал славы не хотел связываться с этой сектой. Однако хоть люди земли богов и вели себя подобным образом, их силу нельзя было игнорировать. Тайшинь тому подтверждение. Если бы не война, он бы определенно получил место в пагоде созвездий. Я пощажу твою жизнь, если ты оставишь башню завоевателя и уйдешь из космического моря, сказал Тайшинь тихим голосом, но наполненным чрезмерным высокомерием, что поразило даже Букуна. Раньше парень вел себя очень надменно, но встретив того, кто его в этом переплюнул, сразу же разозлился. Да ты спятил. Многие из новой вселенной были настроены враждебно к Букуну, но в этот момент не могли с ним не согласиться. У людей из земли богов явно что-то не так с головой, иначе как можно было называть себя богами? Тайшинь ухмыльнулся. Ничтожный муравей. Как только он это сказал, в его правой руке появилась маленькая хрустальная бутылка, горлышко которой было направлено на Букуна. Откупорив ее, изнутри вырвался невидимый импульс, что, разрывая пустоту, устремился к высшему источнику. Букуны бесчисленное количество мастеров, увидев подобную атаку, были удивлены, что это за чертовщина. Вдалеке Цуши замерла. Вот она, загадочная сила земли богов. Бутылочка появилась не из пространственного кольца, мужчина сформировал ее сам. Они много лет изучали землю богов, но узнали лишь то, что им досталось наследие какой-то странной древней цивилизации. Однако какой конкретно, неизвестно. Если уж такие люди из новой вселенной, как Цуши, удивлялись подобному, то что говорить о Букуне. Хотя эта атака оказалась не очень мощной, но само ее появление вызывало страх. Она будто появилась из ниоткуда. Луинь, заметив все это, про себя убедился. Как и думал, они развивают наследие рунных сумраков и уже могут создавать из ничего. Но как они это делают? Таишинь привлек к себе внимание и многих напугал своей силой. Кто-то даже начал верить, что в мужчине зародился настоящий бог, раз он мог творить прямо из воздуха. Это что-то вроде секретной техники, сказал Букун, поднимая руку. Выпущенная Таишинь им атака была моментально развеяна, а затем он резко оказался возле мужчины и ударил его. Ну тогда попробуй мою техника реинкарнации. Таишинь прищурился, чувствуя приближающуюся опасность. Хотя он был высокомерным, но не глупым. Он не собирался вести себя беспечно перед лицом высшего источника и поспешно попятился назад. Пустота в том месте, где он был, завибрировала, но ничего не произошло. Мужчина удивился, но Букун снова оказался рядом с замахнувшейся рукой. Сумасшедший Тай, не позволяй ему прикасаться к тебе, иначе превратишься в младенца. Взревел Синкай, чей голос раздался по округе. Таишинь яростно ответил боевому королю. Какого черта ты меня обзываешь? Синкай усмехнулся. На правду не обижаются, но лучше не упускай из виду его ладонь с секретной техникой. Мужчина вдумчиво посмотрел на Букуна. Неужели он способен превратить его в младенца? Что это за секретная техника такая? Высший источник ухмыльнулся. Хочешь попробовать? Таишинь не собирался проверять на вкус чужую секретную технику. Хотя это сбило его с толку, но он быстро собрался с мыслями и отступил. К этому времени в этот район прибыло подкрепление с обеих сторон. Хотя наследники смертных хранителей и выше не были на уровне лидеров регионов, их сила в среднем превышала любого мастера пятого континента. А если собрать несколько таких, они смогут сдержать Луиня и ему подобных. Миллионы культиваторов сражались за область Белой Скалы насмерть, однако самым тяжелым участком была территория возле башни завоевателя. Атака Таишиня была странной, но секретная техника Букуна выглядела еще загадочнее. Мужчине приходилось избегать вражеской ладони, но в какой-то момент он столкнулся с ней, превратившись в подростка, что в замешательстве уставился на высшего источника. Букун, увидев его глупое выражение лица, рассмеялся. «Умри!» Ошеломленный Таишин поспешно поднял руку, в которой появился длинный клинок, и полоснул им, но Букун моментально его развеял, а когда попытался нанести удар ладонью, то неожиданно увидел сбоку от себя стрелу. 1. Таишин, в переводе дословно означает «Верховный бог». Глава 987. Сотня лучших. Букун нахмурился, щелкнул пальцами и развеял стрелу. Пользуясь тем, что он отвлекся, Таишин быстро отступил, отделавшись испугом. Высший источник посмотрел в сторону, откуда прилетела стрела, прямо на Сиатзяньшина. Только атака лидера региона могла отвлечь его, но эта стрела определенно была выпущена не им. Он быстро прокрутил в голове все возможные варианты, как такое могло произойти, и, наконец, остановил свой взгляд на Луине и человеке рядом с ним. Это они как-то перенаправили стрелу Сиатзяньшина прямо в него? Секретная техника. Сиатзяньшин уставился на Луине пламенным взглядом. Поймав его живым, можно не только получить обещанное Чжи, но и завладеть секретной техникой. Однако, возможно, Чжи как раз и хотела получить его из-за секретной техники. Луинь понимал, что привлечет к себе еще больше внимания, но хуже от этого уже не будет, а вот спасти Таишиня и войти в контакт с землей богов станет превосходной возможностью продвинуться в изучении канона бесконечного расширения. Таишинь за это время успел прийти в себя и с благодарностью взглянул на Луиня, а затем уставился на Букуна. Это все, на что способна твоя секретная техника? Дважды против меня она не сработает. Букун проигнорировал его и посмотрел на Луиня, а затем перевел взгляд на Чжи. Женщина в это время изменилась в лице и остановилась. Напротив нее стояла бледная синю. После этого сражения я заставлю тебя за все поплатиться. Пригрозила Чжи, а затем вернулась к башне завоевателя. Увидев приближение Чжи, Таишинь ушел подальше от башни. Он не рискнет сражаться сразу с двумя высшими источниками. Пришло время положить конец войне в космическом море, сказала Чжи. Букун улыбнулся. Я долго ждал этого момента, мне уже надоело играться с этими отбросами. Чжи сделала глубокий вздох, а затем из нее на всю округу стал разливаться врожденный источник жизни. Эта загадочная подавляющая энергия атаковала всех культиваторов пятого континента. Заметив происходящее, ТИФ, ученый меч и другие лидеры регионов сразу уже отступили к башне. И под взглядами многих людей Букун вдруг воскликнул. Прорвемся вперед, выйдем за пределы области Белой Скалы. После этих громких слов башня завоевателя, на которой находились высшие источники и четверо лидеров регионов, устремилась вперед. Целью ее был северный край области Белой Скалы, ведь там не было мутированного пространства, что заставляло их подавлять боевой уровень. Синка и остальные это быстро поняли и все до единого бросились в погоню, чтобы остановить их. Луинь, наблюдая за этим, нахмурился. Группа высших источников должна была понимать, что там на них нападут старшие пятого континента. И зная это, они направились туда. Подобное действие можно объяснить лишь одной причиной, где-то тут скрывались старшие шестого континента. Об этом подумал не только он, а почти каждый, поэтому их цель – остановить прорыв. Синкай, Серрат, Шуцзин и другие бросились за башни завоевателя. В этот момент от тела Чжи начала распространяться полупрозрачная сфера. Увидев ее, Луинь закричал. Осторожнее, не попадитесь в источник полярной звезды. Синкай прорычал и внезапно увеличился в размерах, превращаясь в стометрового гиганта. Барьера Чжи оказалось недостаточно, чтобы сковать его, поэтому ей пришлось сжать источник полярной звезды обратно. В этот момент Артур ударил вертикально своим каменным мечом по гигантскому Синкаю. Шуцзин взмахнул рукой. Многочисленные невидимые лучи, прорубая пустоту, рассеивали врожденный источник жизни. В то же время Серрат и Цуши атаковали башню по бокам, но их встретили ученые мечи Тиф. Округу сотрясало. Никто из сильнейших здесь мастеров больше не сдерживался, показывая, как именно выглядит поле битвы лидеров молодого поколения. Букун разозлился, внезапно сошел с башни и бросился к Синкаю. Гигант был слишком большой и по нему было легко попасть, но боевой король уже много раз сражался с этим высшим источником и понимал, чем ответить. В тот момент, когда Букун приблизился к нему, он внезапно вернул себе прежний внешний вид, открыл рот и взревел. Мощная звуковая волна прокатилась вперед, достигая даже башни завоевателя. Букун закатил глаза. К чему эти вопли? Как только он договорил, звуковая волна, которая почти достигла его, была рассеяна, а почти сразу после этого в сторону Синкая полетели стрелы. На помощь боевому королю пришел Тайшин, чьи зрачки превратились в руны, ослабив силу приближающихся стрел, а после ударом кулака он разбил их. Сражение шло всего пару секунд, но напугало многих, кто пытался преследовать башню. Люди побоялись идти дальше, переживая, что их зашибут шальным ударом. Пока Луин в шоке наблюдал за этим, к нему вернулся Гуся и с изумлением сказал. Хотя я уверен, что смогу удержать лидера региона, но участвовать в такой драке что-то не хочется. Ты можешь прикрыть их своим белым дымом, сказал человек с другой стороны от Луиня.